Михаил Болтунов по имени Ксанти Позавчера за Оршей поезд заместителя председателя Комитета обороны завернули обратно. Ворошилов ругался, кричал, но железнодорожник стоял на своем. Это был кряжистый, крепкий мужчина лет пятидесяти. В форменной черной фуражке, как оказалось, в гражданскую войну он служил в первой конной, под началом у Ворошилова. Своего командира узнал сразу. В гимнастерке с синими кавалерийскими петлицами Ворошилов точь-в-точь, как на предвоенном портрете, который висит у них в красном уголке, рядом с портретом Кагановича. — Товарищ маршал Климент Ефремович! — увещевал разбушевавшегося Ворошилова железнодорожник. — Как же я вас пропущу! На следующем перегоне немецкие танки! Мне же никто этого не простит! Ехайте обратно в Оршу! Ворошилов кипел, но поделать ничего не мог. Железнодорожник прав. Немецкие танки перерезали железную дорогу на Минск. И он, не солоно хлебавши, возвратился в Оршу, а потом в Могилев. Ворошилов сидел за большим столом, установленным посреди вагона, перебирал телеграммы, которые выучил почти наизусть, и слушал Шапошникова. Борис Михайлович, бледный, больной, лежал здесь же на диване. 22 июня 1941 года после немецких ударов связь со штабом Белорусского особого военного округа была потеряна. Никто толком не мог сказать, что произошло, где находится командующий округом Павлов со своими генералами, что с ними. Тогда же обеспокоился Ворошилов и судьбой заместителей наркома. Двух маршалов – Бориса Шапошникова и Григория Кулика. Они находились в войсках. Первый занимался вопросами строительства укрепрайонов на новой линии обороны, второй инспектировал войска. К счастью, вчера к западу от Могилева полковник Хаджи Мамсуров, откомандированный в его распоряжение, отыскал маршала Шапошникова. Вместе с ним был и командарм первого ранга Павлов со своим штабом. Ворошилов поехал сам, забрал Шапошникова и вот теперь слушал горький рассказ Бориса Михайловича. В маршальском вагоне находились также полковники Хаджи Мамсуров и Гай Туманян. Они помогали Ворошилову наводить порядок в войсках, а главное разворачивали партизанское диверсионное движение. Климент Ворошилов опять перебрал телеграммы из Москвы. Ни одной доброй новости. Отступление, бегство, прорыв немцев, окружение. И это по всему советско-германскому фронту. Маршал протянул пачку телеграмм Мамсурову. Тот молча читал, передавал листки Туманяну. Лица полковников темнели. Маршал вспомнил командующего Дмитрия Павлова, когда тот при их встрече отдавал рапорт. Осунувшийся, постаревший за два дня войны, он тянул ладонь к козырьку. Но ладонь не слушалась хозяина. Рука дрожала, пальцы дергались. Подбежал испуганный комиссар Фоминых. Фуражка на бок вздернута вверх. Ворошилов заскрипел зубами. — Твою мать! Член военного совета! Бездельник! Спишь? Фоминых лишь промычал что-то невнятное и отчаянно замотал головой. — Да, печальное воспоминание. Тем временем Шапошников закончил свой рассказ, замолчал и повернулся к Ворошилову. — Да, — протянул Климент Ефремович. — Наверное, как в старой русской пословице. Допустим, до Можая, а от Можая гнать будем. В вагоне стало тихо. Мамсуров глядел на Туманяна. Как позже будет вспоминать сам Хаджи Джиорович, после этих слов у него мороз пробежал по коже. Неужто действительно немец до Можая дойдет. В эту минуту в дверь вагона постучали. На пороге стоял командующий округом Дмитрий Григорьевич Павлов. Он приехал доложить обстановку. Ворошилов кивком головы пригласил его к карте, которая была разложена тут же на столе. Поднялся и Шапошников. Они оба внимательно слушали доклад командующего. Чем больше говорил Павлов, тем угрюмее становились лица Ворошилова и Шапошникова. Они и без него знали обстановку, но в изложении командующего события последних дней прозвучали еще более трагически. Едва дослушав доклад Павлова, Ворошилов взорвался. — Помнишь, как ты жалобу на меня написал товарищу Сталину? — вопрошал Ворошилов. — Мол, зажимаю твой рост, не даю двигаться молодым. Да тебе не округ, тебе дивизию доверить нельзя. Павлов без кровинки в лице слушал Климента Ефремовича. — Простите меня, товарищ маршал, — бормотал он, захлебываясь, то ли от слез, то ли от волнения. — Простите, дурака. Виноват я перед вами. Никто не вымолвил ни слова. Только Ворошилов крепко выругался и отошел в другой конец вагона. Настроение и без того паршивое было испорчено в конец. Павлов уехал. Мамсуров вдруг почувствовал, как душно в вагоне. Он вышел на улицу. Вокруг было темно, и только на западе, по самому горизонту, сколько хватало глаз, полыхало зарево пожаров. Хаджи присел прямо на насыпь рядом с вагоном и смотрел на зарево. Страшно ли ему было в тот момент? Пожалуй, нет. Он ведь понимал, что главное его дело — воевать. Беспокоило другое. Он, как и тысячи советских людей, задавал себе тяжкий вопрос. Как это могло случиться? И не находил ответа. Больнее всего, что на этот вопрос, судя по всему, не мог ответить не только он, полковник Мамсуров, но даже прославленный маршал Ворошилов, который еще год назад был наркомом обороны, и маршал Шапошников, вчерашний начальник генштаба. Уж они-то знали ответы на все вопросы, как казалось вчера. А нет. Все звенели в ушах ворошиловские слова. Допустим, доможая. Что это? Просто минутная слабость? Или действительно маршал допускает такое развитие событий? Нет. Мы скоро его остановим, отгонял дурные мысли Мамсуров. Ударим так, чтоб неповадно было. Только чем ударим? И вправду, ведь у них сегодня самые свежие данные. Мамсуров уже неделю мотается с Ворошиловым по фронтовым дорогам и видит, как отступают, бегут наши лучшие дивизии. Сам собирал командиров на этих фронтовых дорогах, ставил им задачу от имени маршала Ворошилова – не допустить прорыва танков. В его полевой сумке хранится блокнот с расписками командиров частей о полученной боевой задаче по обороне рубежей западнее Орши – Могилева, Рогачева. И что же, немцы прут и прут. Это, была уже четвертая война полковника Хаджи Мамсурова. В свои неполные 38 лет он успел повоевать на Гражданской, в Испании, на Советско-финском фронте. И вот теперь новая война. Это потом, позже, ее назовут Великой Отечественной, напишут песни о том, как 22 июня ровно в часа. А 22 июня он лежал дома с высокой температурой, глотал таблетки, грел шею, которую невозможно было повернуть от боли. Оказалась война – лучшее лекарство. Видимо, первое потрясение от страшного известия было столь велико, что болезнь отступила. Утром 24-го начальник разведуправления генерал Филипп Голиков вызвал Мамсурова к себе. Хаджи Умар руководил пятым разведывательно-диверсионным отделом. Признаться, он так и рассчитывал, что разговор пойдет о развертывании партизанской диверсионной работы в тылу врага. К разговору Мамсуров был готов. Захватив документы, явился по вызову. Однако начальник военной разведки завел речь совсем о другом. Оказывается, он получил приказ откомандировать Мамсурова в распоряжении маршала Ворошилова. Голиков сказал, что это решение считает неверным и обратился в Центральный комитет партии. Откровенно говоря, Мамсуров удивился такому заявлению начальника. Филипп Голиков никогда не отличался смелостью и мнение свое отстаивать не умел, а может быть и не желал. А тут по поводу него всего лишь полковника, такой сыр-бор. Что мог сказать Мамсуров? ЦК, он и есть ЦК, как скажет, так и будет. Он ответил, я солдат и выполню любой приказ партии. В Центральном комитете подтвердили откомандирование, и Голиков сообщил Мамсурову, что Ворошилов ждет его на Белорусском вокзале. Поезд маршала уже стоял под парами. До отхода состава оставалось меньше часа. Мамсуров успел забежать домой, захватил с собой пару белья и уже на лестнице столкнулся с женой Линой. Она возвратилась из-под Гродно, где в составе курса военной академии имени Фрунзе была на стажировке. Переговорив несколько минут, они распрощались, и Хаджи поспешил на вокзал. Когда он вошел в вагон Ворошилова и доложил о прибытии, маршал спросил, почему не явился утром. Мамсуров ответил, что ему разрешили уехать из управления всего час назад. Ворошилов был явно не в настроении. Выругавшись, он сказал, что зря защищал Голикова, когда тот оказался в списке, подлежащих уничтожению. Тогда Мамсуров даже не понял, о чем идет речь. Какие списки? Какое уничтожение? Ворошилов сказал, что едут они в Минск, так как с 22 июня потеряна связь со штабом Белорусского военного округа. Все попытки генштаба выйти на Павлова до сего часа 24 июня ни к чему не привели. Пока ехали до Орши, откуда поезд Ворошилова повернули обратно, Климент Ефремович не уставал сокрушаться. Мол, старую систему укрепрайонов вдоль границы с прибалтийскими странами Польши и Румынии разрушили, а новую построить не успели. Действительно, после того, как наши войска после 1939 года выдвинулись западнее старой границы на 100-300 километров, поступила команда разрушить прежние укрепрайоны. Строительством новых укрепрайонов заниматься было некогда. Разгорелись бои на Халхенголе, потом на Советско-финском фронте. Опомнились уже накануне войны, но поздно. Мамсурову трудно было судить, в какой мере во всем этом виноват Ворошилов, ведь до апреля 1940 года он оставался наркомом обороны. Однако Климент Ефремович упирал на то, что дров наломали сменивший его Семен Тимошенко и новый начальник генштаба Георгий Жуков. Правда, жизнь иногда преподносила поучительные уроки. Вот как об одном случае, произошедшем в дороге, вспоминал сам Хаджи Мамсуров. Вместе с Ворошиловым мы ездили на машине в западном, северо-западном, юго-западном направлениях от Могилева в поисках штаба Белорусского округа. Во время такой поездки проезжали мимо каких-то авиаремонтных мастерских. Ворошилов остановил машину, вышел. Ему доложили, что час назад мастерские бомбила фашистская авиация. Маршал оглядел развалины и с возмущением спросил, какой же дурак разрешил строить здесь мастерские. Совершенно не желая его обидеть, я сказал, наверное, без вашего ведома их тут бы не построили. Ворошилов пристально посмотрел на меня и произнес, выходит, что я дурак, старый дурак. Я смутился, мне стало его жаль и в душе я корил себя за бестактность. Но было ли это бестактностью? Будь вокруг Ворошилова побольше таких мамсуровых, может и не гнал бы нас враг, доможая. Хлопнула дверь вагона, прервав воспоминания Мамсурова, и на ступеньках появился Ворошилов. Мамсуров поднялся с насыпи. Климент Ефремович долго молча смотрел на запад, на зарево. Потом тихо, устало сказал. Да, война разгорается не на жизнь, а на смерть. А потом он велел разбудить шофера. Вместе они двинулись в штаб фронта. Ворошилов остался в штабе, а полковник Мамсуров убыл в район, где готовились люди для будущих партизанских отрядов. Не поминай лихом. Первые дни войны опрокинули доктрину воевать малой кровью на чужой территории. Всем стало ясно, кровь будет большая и территория своя. Тут и воевать. Теперь уже никто не спорил, что нужны диверсанты, партизаны, нужны действенные меры по борьбе с фашистами в тылу врага. Но ни профессиональных партизан, ни диверсантов после 1937 года в стране не сыскать днем с огнем. И по существу пятый разведывательно-диверсионный отдел ГРУ полковника Хаджи Мамсурова оказался единственным, кто мог хоть чему-то научить будущих партизан. На большее просто не было времени. С началом войны в белорусский особый военный округ выехал не только Хаджи Мамсуров, но и весь его отдел. Помогая Ворошилову уточнять обстановку, искать маршалов, Шапошникова и Кулика, полковник Мамсуров не забывал о своем главном деле – развертывании партизанского движения. Кроме них этого сделать было некому. Разумеется, руководство Белоруссии в лице Пономаренко, Эйдинова, Киселева, Мазурова нашло, организовало людей, но их надо было ознакомить с тактикой партизанской войны, установить явки, связи, конспиративные квартиры, тайники, подготовить агентов для деятельности в подполье. На эту огромную работу было всего двое суток. Практически весь отдел Мамсурова работал в Белоруссии. Гай Туманян, Николай Патрахальцев, Иван Демский, Василий Троян, Сергей Фомин, Валерий Знаменский, Николай Щелоков, Григорий Харитоненков, Петр Герасимов. Это были опытные разведчики-диверсанты. Гай Лазаревич Туманян еще в 20-е годы участвовал в ликвидации бандитских формирований в Чечне. После окончания военной академии имени Фрунзе направлен в отдельную дальневосточную армию. Позже несколько лет работал в Китае. С 1935 года служил в разведывательно-диверсионном отделении ГРУ. Участвовал в гражданской войне в Испании. Василий Абрамович Троян также находился в Испании. Потом был направлен на Советско-финский фронт. Под стать им и остальные офицеры отдела. «Вся наша особая группа», – вспоминал Мамсуров, – «те дни работала по организации специальной сети агентуры в районе Рогачева, Могилева, Орши, – останавливали отходящие части, потерявшие связь с вышестоящим командованием. Именем маршала Советского Союза Ворошилова направляли их в район Чаусы на сосредоточение и организационное укрепление в тылу». Я каждый раз докладывал Ворошилову о том, что делала наша особая группа. В первую же встречу с секретарем ЦК Компартии Белоруссии Пономаренко мы обговорили вопросы организации партизанского движения и срочной подготовки специальных разведывательно-диверсионных кадров. Набросали план мероприятий. Известно, что 27 июня 1941 года специальная группа Мамсурова приступила к подготовке и обучению нескольких сотен партийных и советских работников, предназначенных для деятельности в тылу. Самому Хаджи Умар Джиоровичу пришлось срочно выехать в Могилев. Там он провел совещание с руководством области и города. О чем говорил Мамсуров? О том, что необходимо организовать население на строительство противотанковых заграждений, а также о создании противодиверсионных отрядов и подразделений по борьбе с фашистскими десантами. «Ночью 28 июня я уехал в район подготовки партизанских кадров», — напишет позже Мамсуров. «И до наступления утра проводил занятия по тактике диверсионных действий. Обучение шло, по сути, днем и ночью. Эту группу утром 29 июня, а их было около 300 человек. Мы направили на выполнение боевых задач в тылу противника. По моей просьбе в район приехали Ворошилов и Пономаренко, чтобы сказать будущим партизанам напутственные слова. Так зарождалось партизанское движение в Белоруссии». До 5 июля 1941 года особая группа Мамсурова продолжала готовить в районе Могилева партизан-диверсантов, руководителей подпольных организаций. За это время в жизни полковника Хаджи Мамсурова произошло много событий. По приказу Ворошилова ему пришлось арестовывать командующего Белорусским особым военным округом командарма первого ранга Дмитрия Павлова. До сих пор по этому поводу много суждений. В одном из фильмов, например, показано, как Павлова берут под арест сотрудники НКВД. Во многих публикациях, вышедших в последние годы, высказано огромное количество гипотез, кто же сыграл роковую роль в судьбе Павлова. Были намеки в том числе и на Ворошилова. Мол, маршал докладывал Сталину о состоянии дел на Западном фронте, он и виновен в гибели Дмитрия Григорьевича. Все это не более, чем досужие вымыслы. Мамсуров точно знал, что Ворошилов здесь ни при чем. Он стал свидетелем разговора между Шапошниковым и Ворошиловым о судьбе командующего Павлова. Как же все обстояло на самом деле? 27 июня в разговоре с Шапошниковым Ворошилов сказал, что имеет указание отстранить Павлова от командования округом и отправить под охраной в Москву. Шапошников согласился. Дмитрий Григорьевич, командующий Никудышный, однако высказал мысль о том, что арест Павлова был бы ошибкой, которая ничего кроме вреда не принесет. «Не то теперь время», повторял он. «Это вызовет тревогу и суматоху в рядах командиров». Ворошилов надолго задумался, потом взял блокнот и стал писать шифрованную телеграмму на имя Сталина. Написав, прочитал ее Шапошникову. В ней он докладывал обстановку на сегодняшний день на Западном фронте и делал свои выводы и предложения. Ворошилов просил Сталина не арестовывать Павлова, а просто отстранить от командования округом и назначить командующим танковой группой, сформированной из отходящих частей в районе Гомель-Рогачев. По данным штаба округа, там находилось около двух танковых дивизий. Однако Сталин принял другое решение. 29 июня Ворошилов отдал приказ Мамсурову арестовать генералов Павлова, Климовских, Клича. Уже были готовы машины с охраной. Мамсуров так будет вспоминать об аресте генералов. Первым подошел сам Павлов, снял ремень с пистолетами и, подав их мне, крепко пожал руку. Сказал, «Не поминай лихом, Ксанти. Наверное, когда-нибудь в Могилеве встретимся». В отличие от вчерашней ночи, он был почти спокоен и мужественен в эту минуту. Павлов первым сел в легковую машину, вторым сдал оружие начальник штаба Климовских. Мы с ним раньше никогда не встречались. Он был также спокоен, ничего не сказал и сел в ту же машину. Третьим подошел ко мне замечательный товарищ, великолепный артиллерист, командующий артиллерией округа Клич. Мы прекрасно знали друг друга по Испании и всегда общались как хорошие товарищи. Клич был жизнерадостным человеком. Он протянул свое оружие и с улыбкой обнял меня. Тихо сказал. Вот как дело обернулось из-за этого Фанфарона и самовлюбленного Павлина. Он имел в виду, конечно, Павлова. Через несколько минут небольшая колонна двинулась в путь на Москву. Мамсуров смотрел вслед удаляющимся машинам и думал о словах генерала Клича. А ведь действительно, на фанфарон. Вспомнилась их первая встреча в Испании в декабре 1936 года. Тогда весь день Хаджи и Лексанти, как называли его испанцы, вместе с переводчицей Линой, шофером Муниасом и мотоциклистом Луисом мотались по фронтовым частям. Несколько раз попадали под бомбежку юнкерсов и капроний, под минометный огонь. И к вечеру едва живые прибыли в штаб обороны Мадрида. Мамсуров зашел к главному советнику комбригу Владимиру Гореву, чтобы доложить обстановку. В кабинете он увидел генерала Испанской Королевской Армии. На фоне скромно по фронтовому одетых наших командиров, Ротнера, Лукача, Львовича, Помощникова, этот испанец гляделся странно, словно он только что прикатил с парада или высокого приема. Но Хаджи прекрасно знал, какие сейчас парады. Уже два месяца идут непрерывные тяжелые бои, напряжение страшное. И вдруг в этом рабочем фронтовом кабинете, разодетый в парадную форму, с золотыми нашивками и аксельбантами, генерал. Просто павлин какой-то, подумал тогда Хаджи. Комбриг Владимир Горев представил Мамсурова. И вдруг павлин на чистейшем русском языке отрекомендовался. Генерал Пабло. Мамсуров с недоумением глядел то на генерала Пабло, то на Горева. Владимир Ефимович лишь хитро улыбался. Оказалось, этот разодетый генерал вовсе не испанец, а наш Дмитрий Павлов, танкист. Фамилию его Хаджи слышал, но прежде они никогда не встречались. Теперь вот повезло лично пожать руку. Павлов оказался сильно навеселе. Петушился, рисовался, однако Мамсурову было не до него. Хаджи вынул из-за пазухи карту и стал докладывать обстановку, сложившуюся на мадридском участке. Потом он прилег на несколько часов, а проснувшись еще затемно уехал в район университетского городка и, откровенно говоря, забыл о Павлове. Ему были больше по душе другие танкисты. Героический капитан Арман или полковник Мелли, он же Кривошейн, не влезавшие из танков сутками. Однако не знал Хаджи Мамсуров, что теперь судьба будет постоянно сводить с Павловым до того самого мига, когда на его долю выпадет горькая обязанность арестовать Дмитрия Григорьевича и его штаб. Вторая их встреча произошла там же в Испании, хотя и заочно. Мамсуров попал под огонь танковых орудий, которыми командовал Павлов. Он находился в 14-й интербригаде, ею руководил Вальтер, Сверчевский. В операции под Лас-Роса, кроме этой бригады, участвовало еще несколько частей и соединений. Интербригадовцы наступали, и для развития успеха командование ввело в бой бригаду Сверчевского. И вдруг по боевым порядкам из штаба был открыт беглый огонь из танков, погибло более 60 командиров и бойцов. Наступление сорвалось, несмотря на исступленные попытки Вальтера поднять батальоны в атаку. Старший советник комбрига, а фактически начальник штаба бригады Александер, полковник помощников, пытался добиться связи с вышестоящим штабом, чтобы прекратить огонь по своим. Однако ничего не получалось, телефон не работал. В штабе 14-й интербригады всегда были офицеры связи, представлявшие артиллеристов, которые поддерживали своим огнем ввод в бой подразделений, поэтому всякого рода ошибки исправлялись достаточно быстро. Павлов этого не делал, и офицеров связи не присылал. Вот и результат. А дальше события развивались так. Когда попытки поднять бригаду в атаку ни к чему не привели, вспоминал Хаджи Мамсуров, я поехал в полевой штаб Центрального фронта и застал там командующего, дряхлого испанского генерала Пасоса, а также наших советников Мерецкого, Кулика, Воронова, пребывающих в благодушном настроении, видимо, в результате успешно начатого наступления. Но самое удивительное, что в штабе я увидел Павлова, он был в изрядном подпитии, все в той же петушиной форме испанского генерала, оживленно беседовал с Пасосом. Я подошел к ним с намерением сообщить Павлову о результатах огневых налетов его танковой бригады и срыве наступления, но заговорить удалось не сразу. Дмитрий Григорьевич по-русски упорно объяснял ничего не понимающему Пасосу, что он генерал Павлов, повторяя это в разных вариациях. Увидев меня, Пасос спросил, что он говорит. Я ответил, что командир танковой бригады представляется ему как командующему Центральным фронтом. Пасос наконец понял. Разодетый в золото генерал носит имя Пабло. Он улыбнулся и сказал, что его любимый святой Павел, и поэтому ему приятно познакомиться с замечательным генералом Пабло. При этом он не забыл упомянуть, что святой Павел тоже любил вино, явно намекая на подвыпившего Павлова. Моя попытка обратиться к Дмитрию Григорьевичу не удалась, и я рассказал, что произошло с вводом в бой 14-й интербригады, стоявшему здесь же Кулику. Тот только развел руками. Наконец Павлов отпустил измученного старика, и я поведал эту историю Дмитрию Григорьевичу. Он возмутился и стал все отрицать. Более того, заявил, что сейчас два его танковых батальона ведут бой в населенном пункте Махадаонда. Говорил так убедительно и напористо, что не поверить было нельзя. Однако, каково же было мое удивление после возвращения в бригаду. Передовые подразделения оказались там же, где я их оставил, залегшими под огнем врага у Махадаонда. Танки Павлова стояли где-то в тылу передовых подразделений и вели редкий огонь поселению, в котором к тому времени уже сосредоточились пять батальонов испанских фашистов с итальянскими танками Ансальдо. Словом, начавшееся первое контрнаступление республиканцев в районе северо-западней Мадрида было сорвано Павловым, который, видимо, даже и не понимал всей глупости и преступности действий. Так завершилась их вторая встреча. Потом будет третья, четвертая, опять в Испании, в Москве, в Академии имени Фрунзе, в Ленинграде во время Советско-финской войны. И всюду Павлов оставался самим собой. Встретив однажды Мамсурова в штабе округа, он с этакой бравадой спросил, не хочет ли Хаджи войти в Кельсинки на его танке. На что Мамсуров, в ту пору командир особого лыжного отряда, ответил вопросом, а не хочет ли Павлов прокатиться с ним на лыжах. На том и расстались. Маршал Шапошников оказался прав. После ареста командующего Павлова и генералов обстановка в штабе ухудшилась. Возросли нервозность, неуверенность, страх. Третьего июля штаб Западного фронта переехал под Смоленск. Ворошилов возвратился в Москву. Но по его приказу особая группа Мамсурова все еще оставалась в районе Могилева, готовила партизан-диверсантов и отправляла их в тыл на территорию, захваченную противником. Закончив работу, разведчикам предстояло убыть в штаб Западного фронта. Ворошилов лично отдал приказ Наркому внутренних дел Белоруссии ЦАНАВИ выделить охрану и машины для переезда особой группы. Однако после возвращения с задания в установленном месте не оказалось ни охраны, ни машин. Разведчики ждали всю ночь, не веря, что нарком ЦАНАВА наплевал на приказ маршала Ворошилова, и их попросту бросили. Спас положение предусмотрительный Туманян, он оставил свою машину в другом месте, и шофер Лаппо, который оказался дисциплинированнее и порядочнее наркома, вывез разведчиков из-под удара наступавших фашистских войск. 5 июля 1941 года особая группа разведуправления прибыла в штаб фронта. Обстановка была угрожающей. Мамсуров так и не смог понять, кто теперь командует фронтом. Командовали все, кто находился здесь. Тимошенко, Мехлис, Будённый, Ерёменко. Это создавало путаницу неразбериху. Начальники рангом пониже, приехавшие вместе с маршалами, тоже руководили, в основном угрожая направо и налево расстрелами. Однако такие методы только усугубляли ситуацию. Смоленск сильно бомбила немецкая авиация. Центр города был разрушен, горел. На улицах трупы женщин, детей. Вечером, когда стих очередной налет фашистов, Мамсуров, Туманян и Троян встретились с Михаилом Мельштейном, который был назначен заместителем начальника разведки Западного фронта. Особая группа передавала дела фронтовым разведчикам. Они говорили, что Смоленск – это последний рубеж отступления. Здесь фашистам уготована смерть. Вдруг во время разговора неожиданно началась отчаянная стрельба зениток. Оказалось, прилетели два наших самолета. Это было странно, поскольку во время немецкого налета зенитная артиллерия молчала. В штабе фронта поднялась тревога. Из окна штабного барака выпрыгнул известный военачальник, которого хорошо знали разведчики. Он вывихнул ногу и его подруки увели в санчасть. На следующий день Мамсуров увидел его с костылями. На груди военачальника появилось две ленточки – золотая и красная, обозначавшие тяжелое и легкое ранение. Эти отличия были введены накануне. С удивлением смотрел Хаджи Умар на костыли, отглаженную щеголеватую гимнастерку, знаки ранения, полученные при прыжке из окна штаба. Этот военачальник чем-то напоминал ему командарма первого ранга Павлова. Только, пожалуй, Павлов был честнее и умнее. Через два дня в штаб фронта из Москвы пришла шифрограмма. Мамсурову, Туманяну, Трояну следовало немедленно убыть в столицу, а оттуда в Ленинград для организации партизанского движения на северо-западе. Жаль было покидать Западный фронт, где за первые две недели войны столько пережито и где, казалось, решалась судьба Родины. Впереди был Ленинград. Война разгоралась. Четвертая война Мамсурова. А все начиналось в 1918 году с пропавшего буйвола, когда 15-летний Хаджи пас хозяйский скот. Уходили в поход партизаны. Хаджи выбежал в сад. Обида душила его, внутри все клокотало. Отец, родной отец, накричал на него, да еще дал пощечину. В их семье воспитание было строгое, горское. К сыновьям относились особенно сурово. Сколько помнил себя Хаджи Умар, никогда отец не говорил ему что-либо с улыбкой. Он всегда оставался серьезен и требователен. К этому привык Хаджи. Но чтобы ударить, он плакал от обиды, от несправедливого отношения к нему. А всему виной кулики. С самой весны, когда трава в Осетии буйно идет в рост, Хаджи пас кулацких буйволов. В тот июньский день ему стало плохо. Сильно болел живот. Это потом с годами он поймет, что у него случился приступ аппендицита. Он не мог идти, падал на землю, потом вновь поднимался. От жары назойливых мух буйволы разбрелись в разные стороны, а когда пришла пора их собирать, Хаджи недосчитался одного буйвола. Разгорелся скандал. Кулаки приехали в их дом требовать выплату за утерянного буйвола. Соседи рассказали, что животное в тот день возвратилось домой раньше стада. Кулаки его спрятали, потом продали, но требовали компенсацию. Кулатская семья была богатой, мужчин много и сила оказалась на их стороне. На следующее утро кулаки подстерегли Хаджи на окраине аула и избили его нагайками. Окровавленный он с трудом дошел до дома. Мать уложила сына в постель, как могла, успокоила. В этот день к отцу приехала его сестра. У нее был болен муж, полгода уже не вставал с постели. А семья немалая. Жили бедно, и она обратилась к брату Джиору за помощью. Тот и рад был помочь, только теперь он и сам не знал, как расплатиться с кулаками. В общем, как говорят, пришла беда, открывая ворота. Хаджи не выдержал упреков, стал возражать отцу, а это не принято в их семьях. Вот и сорвался отец. А тут еще тетя, обиженная, что отец ей не в силах помочь, подлила масло в огонь, посоветовала Хаджи уйти из дома. И он ушел. Мать жалела его, но не удерживала. Она боялась, что Джиор решится отомстить кулакам за сына. Разгорится кровавая вражда. Хаджи приехал во Владикавказ, поступил рабочим в железнодорожное депо. Он был рослым, сильным парнем, владел оружием. В Осетии юноша в 15 лет считается мужчиной, может носить оружие, значит мужчина. А через несколько дней вместе с другими рабочими он вступил в отряд красногвардейцев Владикавказского софт-депо, который размещался в бывших казармах Абширонского полка. Хаджи зачислили в так называемую горскую сотню. Жизнь 15-летнего паренька резко изменилась. Где-то там в прошлом осталась тихая красивая долина в окружении гор. Внизу цвели сады, высоко вдали белела сахарная голова Эльбруса. Детство растаяло как сон. Он попал в настоящий фронтовой город. Центральная часть Владикавказа была захвачена белыми, а по окраинам разбросаны красногвардейские отряды рабочих. Каждый день происходили вооруженные стычки, перестрелки. В начале августа на Владикавказ совершили налет белоказачьи сотни. Они несколько дней удерживали город, шли уличные бои. Хаджи сражался в составе горской сотни с частями генералов Шкуро, Назарова, участвовал в боях за города Кисловодск, Пятигорск, Георгиевск и Виномыск. В конце 1918 года на Северном Кавказе свирепствовал сыпной тиф. Заболел и Хаджи. Он лежал вместе с другими больными на станции прохладно. К счастью, его подобрал местный житель, кабардинец, и увез к себе в аул. Выходил, поднял на ноги. До весны Хаджи под видом батрака скрывался в доме гостеприимного кабардинца, а потом стал пробираться домой, в родную станицу Ольгинскую. Станица находилась в километрах в шестидесяти. Днем он прятался в лесу, а ночью шел. Однако, выйдя к своим, узнал, что в Ольгинской стоят белые части, пробрался к родственникам матери. Бабушка встретила его со слезами на глазах, рассказала, что белые выгнали семью из дома, разместили там солдат. А еще по секрету сказала, что в селе тайно скрывается дядя Хаджи, Саханджири Мамсуров, член бюро горской фракции Кавказского краевого комитета партии, соратник Сергея Кирова и Серго Орджоникидзе. — Как же так? — удивился Хаджи. — Ведь в селе белые. Бабушка объяснила, что Саханджири тоже был очень болен, лежал в доме его отца, но когда пришли белоказаки, он переоделся в одежду одного из родственников, взял два пистолета и прошел мимо беликов, которые сидели во дворе. Теперь он скрывается в доме Дадо Цгоева. Родственники Саханджири, Майрам, Тусултан, Сабазгирей, его отец Джиор были готовы открыть огонь по белоказакам, если бы те остановили дядю. Но все прошло благополучно. Однако Хаджи показалось, что укрытие в доме Цгоева тоже не очень надежное. Многие знали об этом, и тогда, посоветовавшись с отцом, незаметно для семьи Цгоевых они вывели Саханджири и укрыли его в заброшенном амбаре. Об этом укрытии, кроме Джиора и Хаджи, никто не знал. А среди родственников и близких распространили слух, что Саханджири выздоровел и ушел в горную Ингушетию, где его ждал Серго Аджиникидзе. Действительно, так оно и случилось, только позже, когда Саханджири окреп. Он установил связь с подпольщиками в городе Ордони, перебрался туда, а потом через перевалы главного Кавказского хребта перешел в Грузию. Хаджи тоже начал осторожно наводить справки, где находятся партизаны. Как выяснилось, в районе Владикавказ-Грозный действовало несколько партизанских отрядов. Самый ближайший партизанский отряд находился в 25-30 километрах от станицы Ольгинской. Туда и подался Хаджи. Вскоре он уже вновь участвовал в боевых действиях. Однако, несмотря на то, что Хаджи бывал в боях, он по-прежнему оставался 15-летним юношей. Как-то их вызвал командир партизанского отряда и поставил задачу взорвать бронепоезд белых, имевший даже свое имя – смерть или победа. Была сформирована группа молодых ребят, как их называли в отряде, Орлов, и они вышли на задание. В 30 километрах от железнодорожной станции им поручили заложить мину. Пока добирались до места диверсии, говорили о бронепоезде. Один партизан стал таинственно рассказывать, что на бронепоезде установлены новые секретные орудия, которые не стреляют снарядами, а направляют на противника особые лучи. Эти лучи все на своем пути сжигают. Надо сказать, многие молодые партизаны были вовсе неграмотными, так что убедить их в страшном оружии было несложно. Хаджи как самого младшего назначили коноводом. Когда все ушли к железной дороге, он остался с лошадьми. Стояла лунная ночь. Вдали шумел терек, из головы никак не шел рассказ партизана об огненных лучах. Становилось жутко. Ведь по древнему обычаю умершего человека должны похоронить родственники, «А если мы все сгорим?» — спрашивал себя Хаджи. От этого и других безответных вопросов становилось еще страшнее. Вдруг он услышал шум приближающегося бронепоезда. Из его бронированных вагонов сверкнул яркий луч, протянулся далеко вперед и на мгновение осветил коней самого Хаджу. Ужас охватил его. Он закричал, стал звать товарищей, а бронепоезд с грохотом мчался вперед. Хаджи подумал, что орлы погибли, и бросился бежать, что было сил. Он мчался в партизанский отряд, по дороге потеряв шапку. Орлы остались живы, но операцию провалили. Мина взорвалась далеко впереди бронепоезда, не причинив ему вреда. В отряде все смеялись над Хаджи, и только командир был суров. Этот старый солдат объяснил назначение прожектора и сказал, что на войне трус погибает первым. Эти слова командира Хаджи Мамсуров запомнил на всю жизнь. Шли месяцы. Хаджи взрослел, набирался боевого опыта. Вскоре он прослыл в отряде смелым разведчиком. Однажды его включили в состав большой группы в несколько десятков человек для налета на пластовскую бригаду. Задание было дерзкое и опасное. Ведь солдаты и офицеры бригады опытные, обстрелянные войны. Партизаны готовились долго и тщательно. Разведку поручили провести Хаджи. Он обошел, облазил все дороги, тропинки, установил, где находятся посты и патрули, место и время их смены. Штаб бригады находился в самом центре села, в большом доме. Хаджи знал расположение всех комнат, вход, окна. И вот глубокой ночью диверсанты двинулись в путь. Сначала шли, потом ползли. Мамсуров возглавлял штурмовую группу в два десятка человек. Остальные были расставлены на путях отхода. В штабе горела лампа. Офицеры пили вино и резались в карты. Хаджи подполз к стене, подтянулся, закинул ногу и уже сверху увидел во дворе часового. Тот стоял, опершись на винтовку. Мамсуров прикинул. В один прыжок часового не достать. Значит, надо ждать. Затаился, залег прямо на стене. Часовой прошелся взад-вперед и, наконец, двинулся вдоль забора. Улучив момент, Хаджи в прыжке кинжалом снял часового. Путь свободен. Дом был большой, в несколько комнат, но вход один с улицы. У входа еще один часовой. Этого удалось бесшумно скрутить, предупредив «Будешь кричать! Убьем!». Когда диверсанты ворвались в дом, один из офицеров успел выхватить револьвер, но выстрелить ему не дали. Он упал сраженный ножом. В другой комнате находился начальник штаба. При виде вошедшего партизана он испугался, поднял руки вверх, заплакал. А ведь это он сжигал дома, избивал стариков и женщин, уничтожал целые семьи. О его жестокости ходили легенды. Он попросил разрешения одеться. Подойдя к стулу, на котором лежала гимнастерка, на штаба схватил револьвер. Но партизан опередил его. Пуля свалила на штаба. Однако диверсанты выдали себя. Во дворе поднялся шум, зазвучали выстрелы. Хаджи приказал группе отходить. На всю операцию ушло не более получаса. У белых был сильный переполох. В ауле стреляли до утра, а партизаны к тому времени ушли. Группа в полном составе возвратилась в отряд. Командир поблагодарил диверсантов с успешно проведенной операцией. Так проходила военная юность Хаджи Умар Мамсурова. В 1921 году он уехал учиться в Москву, в Коммунистический университет трудящихся Востока. И, казалось, теперь его жизнь далека от армии, но судьба распорядилась по-иному. Через полтора года его вызвали в Главное политическое управление РККА и направили в распоряжение Революционного военного совета Северокавказского военного округа, предварительно предоставив отпуск. Приехав во Владикавказ, Хаджи погостил несколько дней у дяди Саханджири, который уже был председателем Совета народных комиссаров Горской АССР, и отправился в родную станицу Ольгинскую. К отцу, матери, братьям, сестрам. В Москве он очень скучал по родным местам, а когда из окна поезда увидел снежные горы, стремительно несущийся терек, не сдержал слез. Война на пороге родного дома. Хаджи Мамсуров отдыхал в родной станице, когда стало известно, что в середине мая на праздник Объединения народов Горской АССР приедет сам всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Празднование должно было проходить в красивом месте, у реки, между осетинским селением Ольгинское и ингушским аулом Базаркино. Собирались приехать представители разных народов – дагестанцы, осетинцы, ингуши, чеченцы, кабардинцы, казаки, нагайцы, полкарцы, карачаевцы, черкесы. Однако праздник этот был не всем по душе. На Северном Кавказе неспокойно, в горах и в дальних аулах еще скрывались остатки белогвардейских формирований. Они делали набеги в долины, убивали руководителей партийных и советских органов, бойцов и командиров Красной Армии. Шла отчаянная борьба. Ранним утром, в день приезда Калинина, в Ольгинскую пришла тревожная весть. Крупная банда белоказаков спустилась с гор и готовится к нападению на всесоюзного старосту и его окружение. Времени на раздумья не было. Хаджи Мамсуров собрал десяток местных комсомольцев. Вооружившись на лошадях, они выехали к предполагаемому месту засады. Он хорошо знал местность в окрестностях родного села и не ошибся. Именно здесь, на повороте горной дороги, в камышах белые устроили засаду. Как только группа Мамсурова углубилась в заросли, по ним открыли сильный огонь. Ольгинцы ответили залпом и, рассредоточившись, двинулись вперед. Вскоре белоказаки не выдержали напора группы Мамсурова, стали отходить. Ольгинцы бросились в погоню. На поле боя бандиты оставили два трупа и несколько убитых лошадей. Из группы Мамсурова, к счастью, никто не пострадал. Не повезло только самому Хаджи, он был ранен в ногу. Рана долго не заживала. Его отправили в больницу. Навестить Хаджи приехали руководители Горской Республики во главе с дядей Саханджири Мамсуровым. Его благодарили за героизм и мужество и в подарок привезли красные революционные шаровары, взамен изорванных во время преследования банды. На вопрос Хаджи, знает ли Михаил Иванович, что я был ранен из-за него, председатель Совнаркома Республики Саханджири Мамсуров, долго заразительно смеялся. Ну что ты, Хаджи, не могли же мы ему рассказать о банде и испортить праздник? И, подмигнув своим соратникам, сказал, ведь ты чуть не испортил праздник. Хаджи и вправду чувствовал себя немного виноватым. На праздник не попал, Калинина не увидел, да еще выбыл из строя на три месяца. Хорошо, что в штаб военного округа сообщили, а то вообще признали бы дезертиром. Кстати говоря, Хаджи Мамсурову еще придется близко столкнуться с Михаилом Ивановичем Калининым. В 1928 году его, тогда военного комиссара отдельного дагестанского кавалерийского дивизиона, вызовет к себе командующий войсками округа Белов и член Левого воинсовета Кожевников. Будет поставлена задача из лучших воинов отобрать эскадрон, совершить марш в район крепости Гуниб и организовать охрану этого района. В селении Гуниб должен прибыть на отдых председатель ЦИК Советского Союза Михаил Иванович Калинин. Мамсуров получил приказ всюду лично сопровождать Михаила Ивановича и охранять, что, собственно, и сделал. Он сопровождал его каждый день на прогулках на вершину горы Гуниб, по аулу, на встречах с кавалеристами, которые любил Калинин. Для молодого командира беседы с председателем ЦИК были школой посерьезнее любой академии. Они часто оставались наедине, и Калинин вдруг неожиданно спрашивал, как строить новую жизнь в селе Хаджи. Трудные задавал вопросы Михаил Иванович и очень интересно на них отвечал. «Позже Мамсуров скажет, что за время пребывания с Калининым я закончил настоящий университет. Но это было позже. А пока Мамсуров залечивал раненую ногу в госпитале. После выздоровления он прибыл в штаб округа в Ростов-на-Дону. Его направили начальником курса в окружную военно-политическую школу. Однако он чувствовал нехватку военных знаний и напросился подучиться. Просьбу удовлетворили». В мае 1924 года Хаджи закончил обучение и сдал экзамены за полный курс военно-политической школы. И вновь в отпуске в родном селении он столкнулся с гражданской войной. Вот как о этом времени вспоминал сам Хаджи Умар Мамсуров. «У меня на курсе было два приятеля, молодые ребята, прошедшие гражданскую командирами взводов, Леня Карнан и Арон Зак. По окончании всем нам выдали новое обмундирование, дали месячный отпуск. И я уговорил их отправиться ко мне в Ольгинское. Приехали в село». Леня и Орошка сразу окунулись в работу Ольгинской комсомольской организации. Были в восторге от наших ребят. Секретарем комсомольской организации был мой двоюродный брат Каспулат Чопа Мамсуров. У Карнача, Закая и Чопы завязалась искренняя дружба. Чопа обладал даром природного вожака молодежи и был общим любимцем. Однажды вечером, когда мы сидели на камнях на краю улицы, подъехал верхом на лошади Чопа и сказал, чтобы шли домой. Там собралось много гостей отметить рождение его сына. «Посидите, мол, погуляйте, потанцуйте». Сам сказал, что на поездке коня и присоединится к нам. Мы с братом Бимбулатом пошли в магазин, чтобы купить папирос для гостей, но не успели дойти, как услышали несколько выстрелов со стороны реки. Выстрелы в ту пору были не редкость, но мы сразу почувствовали неладное и бросились к реке, к водопою. Прибежали и нашли на берегу раненого Чопу. Наклонившись, я стал спрашивать его, кто в него стрелял. Он что-то хотел сказать, поднял руку, прикусил палец и лишь помотал головой. Так Чопа умер у меня на руках. На его груди я обнаружил три пулевых ранения. На другой день мои приятели Леня и Орошка пришли к моей матери, попросили у нее прощения, сказали, что они очень ей благодарны, но в такой дикой обстановке оставаться не могут и уезжают. Она стояла и молча плакала. Я отвез их обоих на Орбе во Владикавказ, посадил на поезд. С тех пор мы больше никогда не виделись. А когда возвращался обратно из Владикавказа, по дороге из зарослей меня обстреляли бандиты. Возможно, это были те же головорезы, что убили Чопу. Я был вооружен, да и стрелял неплохо. Выхватил револьвер, ответил бандитам. Видимо, моя ответная меткая стрельба заставила банду отойти. Такие были времена на Северном Кавказе. Даже в отпуске в родном селе Хаджи Мамсурову приходилось воевать. По ком звонит колокол? О разведчике и диверсанте Мамсурове пресса вспоминает, как правило, в дни юбилеев. С одной стороны, злую шутку сыграла пресловутая секретность. Достаточно сказать, что с большинства испанских материалов у нас в стране до сих пор не снят гриф секретности. С другой стороны, надо с горечью признать, к событиям далеких 30-х годов прошлого века у российской молодежи нет особого интереса. Да и откуда ему быть? Ведь публикации на эту тему в наших СМИ практически отсутствуют. Вот и получается замкнутый круг. Те же редкие журналисты, которые пытаются что-то сказать о Хаджи Мамсурове, сразу западают на самый яркий, на их взгляд, эпизод из жизни разведчика. Еще бы. Именно Хаджи Мамсуров был прототипом главного героя лучшего романа Эрнеста Хемингуэя, по ком звонит колокол. Одна из центральных газет в сентябре 1993 года писала. Именно Хаджи Мамсуров послужил прототипом героя-подрывника Роберта Джордана в знаменитом романе. Но автору показалось и этого мало. Он идет дальше. Еще точнее будет сказать, что действия полковника Ксанти, как звался он в Испании, и побудили у романиста замысел описать события национально-революционной войны испанского народа 1936-1939 годов. Такой интерпретации. Действительно, Хаджи Мамсуров знал Эрнеста Хемингуэя. Встречался с ним, рассказывал писателю о действиях партизан-диверсантов в Испании. Илья Эренбург в своих воспоминаниях пишет так. В Гейлорде Хемингуэй встречался с нашими военными. Ему нравился Хаджи, человек отчаянной смелости, который ходил во вражеский тыл. Он был родом с Кавказа и мог легко сойти за испанца. Многое из того, что Хемингуэй рассказывал в романе «По ком звонит колокол» о действиях партизан, он взял со слов Хаджи. Известный фронтовой кинооператор, тоже участник войны в Испании, Роман Кармен, высказывается еще более конкретно. Хаджи никогда ничего не рассказывал, а на вопрос только качнет черный, как смоль шевелюрой, и улыбается застенчивой улыбкой, сверкнув из-под резка очерченных губ белоснежными зубами. Лишь одному человеку после долгих уговоров товарищей он дал вытянуть из себя подробный рассказ. Два вечера Эрнест Хемингуэй просидел с ним в отеле «Флорида» и впоследствии сделал смелого Хаджи прообразом одного из героев романа «По ком звонит колокол». Егор Яковлев, журналист, редактор, один из немногих, кто встречался с Хаджи Мансуром в 60-е годы, когда тот уже занимал высокий пост заместителя начальника главного разведывательного управления, считает, что коммунист Хаджи не мог быть героем Хемингуэя. Человек ясных целей, бесконечно преданный победе нового строя, он герой иного романа. А те, о ком писал Хемингуэй, кого любил, отравленный горечью, живут в разладе с обществом. Да, они готовы воевать, и если воевать, то до конца, но лишь с несправедливостью, а не за переустройство всей жизни. Кстати, Егор Яковлев задал тогда свой сакраментальный вопрос Мамсурову. Скажите, товарищ Хаджи, а себя вы узнали в романе? И да, и нет, ответил генерал, и, думается, ответом подвел черту в споре о прототипе главного героя книги «По ком звонит колокол». Хемингуэй сделал своего героя американцем, иначе и быть не могло, тем более, что американские добровольцы тоже воевали в Испании. В 1966 году в журнале «Иностранная литература» были опубликованы воспоминания Мирка Марковича, командира батальона одной из интербригад в Испании под названием «Я знал Хемингуэя». «Это случилось весной 1937 года», рассказывает Маркович. Хемингуэй находился в Испании в качестве корреспондента каких-то американских газет, а батальон американских добровольцев в составе 15-й интернациональной бригады занимал позиции возле Хармы, обороняя Мадрид. Весенний день близился к концу, когда мне принесли записку командира бригады Владимира Чопича о том, что в батальон приедет Эрнест Хемингуэй. В нормальной обстановке я, вероятно, был бы взволнован возможностью скорой встречи с писателем, которого знал по книгам, прочитанным до отъезда в Испанию. «Прощай оружие, снега Килиманджаро, иметь и не иметь». Но на Харме я не испытал такого волнения. Вместо этого меня беспокоила мысль, как бы с ним что-нибудь не случилось, по крайней мере тогда, когда он будет у меня. Об этом предупреждал и Чопич. Да я и сам, правильно или неправильно, понимал, что несу ответственность за все живое и мертвое в секторе батальона. Несколько успокаивало то, что у нас на позициях наступило вечернее затишье. Однако Хемингуэй появился возле нашей землянки, прежде чем я рассчитывал. Он застал меня с запиской Чопича в руках. После того, как мы обменялись рукопожатиями, последовал его лаконичный вопрос. «Русский?» И мой очень лаконичный ответ. «Черногорец?» На лице Хемингуэя появилась тень разочарования, которую он даже не пытался скрыть. «А я, черт возьми, слышал в Мадриде, будто нашими ребятами командует какой-то русский», я возразил, стараясь говорить помягче. «Вовсе не хочу вас обидеть, в самом деле, было приятно услышать это в Мадриде. Русские хорошие солдаты, а я по опыту знаю, что значит иметь командиром хорошего солдата». Конечно, я интернационалист, но все-таки эти американские парни, эти молодые дьяволы из Нью-Йорка, Пенсильвании, Иллинойса и других мест как-то мне ближе. Думаю, Хемингуэй не кривил душой, говоря о молодых дьяволах из Нью-Йорка и Пенсильвании. Только тянуло его больше к русским. Отсюда и нескрываемое разочарование при встрече с Марковичем. Просто русские славились в Испании своей смелостью и умением воевать, а о храбром Ксанте ходили легенды. Вот оттого и не слезал Хемингуэй со своего коллеги и товарища из России Михаила Кольцова, уговаривая познакомить с Мамсуровым. А Хаджи, откровенно говоря, этого очень не хотелось. Он руководил диверсионными группами и соблюдал строжайшую секретность, конспирацию и делиться с кем-то этими сведениями не собирался. Но Кольцов уговаривал, просил, доказывал, что это необходимо, мол, Хемингуэй напишет о героизме интербойцов. С трудом, но Хаджи согласился. Их первая встреча произошла в 1937 году после диверсии интербригадовцев на аэродроме под Талаверой. Прошел слух, что в ходе этого налета убит подполковник республиканской армии Ксанти. Но Мамсуров, к счастью, был только ранен. Хаджи Мамсурову Хемингуэй с первой встречи не понравился. Воспитанный в строгих горстких традициях Хаджи не пил и не любил пьющих. Хемингуэй же был не трезв. Более того, в разговоре все время потягивал вино. Ксанти стерпел. Но после разговора сказал Кольцову, Хемингуэй человек несерьезный, много пьет и болтает. И все-таки во время других встреч писателю удалось разговорить к Санте. Они встречались три дня подряд. Беседовать начинали часов в пять-шесть вечера и заканчивали далеко за полночь. Мамсуров рассказывал о делах и людях его диверсионных групп, не называя, разумеется, имен, а порой и мест, где происходили события. Если внимательно почитать роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол», можно заметить, что автор хорошо знает и тонко чувствует работу диверсантов-подрывников. Но откуда? Писатель никогда не ходил в рейды, не подрывал мины. Однако все это делал много раз Хаджи Мамсуров. Он и поведал об этом Хемингуэю. Обратимся к роману. Вот генерал Гольц провожает на задание подрывника Роберта Джордана и, напутствуя его, говорит «Взорвать мост в точно указанный час, сообразуясь со временем, назначенным для наступления». Вот что нужно. Вы понимаете? Это правило знает всякий диверсант. Оно звучит так. У каждой диверсии свой час. Еще одна заповедь диверсанта, отправляющегося в тыл. Знать только то, что положено тебе, и не более. «Смотрите, я сейчас покажу вам весь план», — обращается Гольц к Джордану. «Видите? Мы начнем не у входа в ущелье. Это уже решено. Мы начнем гораздо дальше. Вот, смотрите сюда». «Я не хочу знать», — сказал Роберт Джордан. «Правильно», — сказал Гольц. «Когда идешь за линию фронта, лучше брать с собой поменьше багажа, да?» Эти, пусть и немудренные профессиональные секреты, украшают роман, доказывают, что Хемингуэй смог подсмотреть и подслушать у Ксанти важные детали. «Впрочем, все это штрихи», — говорил в беседе с Егором Яковлевым генерал Мамсуров. «Еще радостнее узнавать людей, которые действуют в романе. Я узнал почти всех». В романе упоминается соратник Джордана по подрывной работе, его русский друг Кашкин. Он все время страшится попасть живым в руки фашистов. Джордану пришлось исполнять последнюю просьбу друга. Он застрелил тяжело раненого Кашкина. Он случайно оказался недалеко от истины. Кашка — вид Цветка. В Кашкине я узнал старшего лейтенанта Цветкова. Он был опытный подрывник, но со временем стали сказываться усталость, перенапряжение. Цветков нервничал. Храбрость его порой граничила с безрассудством. Так было и в последнем бою. Он взорвал эшелон с войсками. Надо было отходить, но Цветков нарушил запрет и ввязался в бой. Его тяжело ранило. Цветкова вынесли товарищей. Он умер у них на руках. Похоронили его в глухом уголке Эстримадура. Дальше генерал Хаджи Мамсуров рассказывал о старике-испанце. Его звали Баутиста. Он был против убийства людей, считал это грехом. Ксанти поведал Хемингуэю о старике. И вот в романе старик Ансельмо говорит «По-моему, людей убивать — это грех, даже если это фашисты, которых мы должны убивать». И тем не менее, в критический момент он убивает часового и гибнет сам. В жизни, к сожалению, было все трагичнее. После нападения отряда диверсантов на аэродром в Севилье, где они уничтожили 17 самолетов, старик Баутиста попал в руки фашистов. Его ждала страшная смерть. Фашисты соорудили крест, распяли на нем партизана и подожгли. Узнал Хаджи Джиорович в романе «Имарию», дочь мэра одной из деревень, который помогал партизанам. Фашисты надругались над ней. А ведь в жизни, в отличие от романа, она была совсем ребенком, 12-летней девочкой. Командир партизанского отряда мексиканец Мигель Хулио Хуста в книге предстает в образе Эль Сардо, а испанская Шура, так прозвал ее поляк Макс Тадек, похожа на одну из персонажей романа «Пилар». Можно перечитывать роман еще и еще и находить в его героях все новые черты испанских интербригадовцев. Откровенно говоря, искал и я в литературных образах штрихи легендарного Ксанти. И находил. И в подрывнике Роберте Джордане, и в генерале Гольце, и вообще еще в ком-то. Хемингуэй наделил чертами Хаджи Мамсурова многих героев своего романа. Судьба Ксанти оказалась ярче и счастливее, чем судьба литературного персонажа, даже такого писателя, как Хемингуэй. И это настоящее счастье, что Хаджи Мамсуров не погиб в Испании. Хемингуэй написал в своем романе поистине великие слова, которые, как мне кажется, так органично вписаны в жизнь Мамсурова. Словно были рождены вместе с ним. Пусть не говорят о революции те, кто пишет это слово, но сам никогда не стрелял и не был под пулями. Кто никогда не видел, как пуля попадает женщине в голову или в грудь или в спину. Кто никогда не видел старика, у которого выстрелом снесло половину головы. Кто не вздрагивал от окрика руки вверх. Кто никогда не стрелял в лошадь и не видел, как копыта пробивают голову человека. Кто никогда, пожалуй, хватит, ведь продолжить можно до бесконечности. Не стоял на крыше, пытаясь отмыть собственной мочой черное пятно между большим и указательным пальцем, след автомата. Когда сам он закинут в колодец, а по лестнице поднимаются солдаты. Разведчик-диверсант Ксанти все это видел, все это было с ним, однако роман, пусть и великий, это далеко не одно и то же, что реальная война, жизнь на войне. Теперь, думается, пришло время отложить в сторону книгу Хемингуэя и рассказать об испанских фронтовых буднях Хаджи Мамсурова, тем более, что реальность намного превзошла самые яркие художественные фантазии Хемингуэя. Я полюбил его. В тот день несколько разведывательно-диверсионных групп вернулись с пустыми руками. Они были заброшены в тыл франкистов с одной единственной задачей – захватить языка, желательно штабного писаря, а лучше всего офицера. По оперативным данным, фашисты готовились к большому наступлению на Мадрид, подвозили боеприпасы, подтягивали резервы. Теперь оставалось узнать главное, когда будет это наступление. Впервые за месяц боев Ксанти послал свои разведгруппы в тыл противника не с диверсионными целями, приказал строго-настрого ничего не взрывать, не шуметь, тихо пробраться в расположение врага, взять языка и домой. Три группы разведчиков уже возвратились. Языка не добыли. Более того, одна группа была блокирована франкистами, но ей удалось вырваться. К счастью, без потерь. Ксанти ждал четвертую группу. Данные нужны как воздух, когда же двинут франкисты? Они не должны застать врасплох защитников Мадрида. Интербригадовцы уже подготовили диверсионную операцию. Спланировано нанести удар по тылам противника, дезорганизовать его работу, сорвать наступление. Но такая операция даст эффект только если она будет проведена накануне наступления. Потому так важно знать точный день, когда Франко бросит свои отборные части в атаку. Наконец, возвратилась четвертая группа разведчиков. Они захватили офицера. Правда, при захвате его ранили, и в дороге пленный умер. Разведчикам пришлось оставить его, но в нагрудном кармане офицера был найден приказ самого Франко. Приказ гласил, наступление начать 25 ноября. Значит, упреждающий диверсионный удар следовало нанести днем раньше, 24 ноября. И он был нанесен. Взорванные железные шоссейные дороги, группы партизан напали на аэродром, подорвали несколько самолетов. Диверсанты спутали карты противника и добились своего. Франко отсрочил наступление на Мадрид. В ходе диверсионной вылазки на аэродром при отходе был контужен Мамсуров. Рядом с ним разорвался снаряд. Его оглушило. Хаджи потерял сознание. В горячке боя никто не заметил потерю. Никто, кроме переводчицы Мамсурова Лины. Кручавая блестящая грива, большие губы на креольском лице, так писал о ней Михаил Кольцов. Эта аргентинка Паулина, или, как ее звали партизаны-интернационалисты, Лина, приехала на машине и разыскала лежавшего без сознания Мамсурова. Так она спасла ему жизнь в первый раз. На завтра, вспоминал Мамсуров, когда стал чувствовать себя несколько лучше, я вышел из дома и не заметил, как фашистские самолеты зашли на бомбежку. Лина втолкнула меня в дверь дома, а самолеты буквально изрешетили то место, где я только что стоял. Так Лина спасла мне жизнь еще раз. Паулина была бесстрашной девушкой. Как-то группа юнкерсов сбросила бомбы на площадь маленького испанского городка. Там в это время играли дети. Лина схватила санитарную сумку и под обстрелом бросилась перевязывать раненых детей. Так началась их дружба. Аргентинки Паулины и осетина Хаджи. Уезжая из Испании, он увез с собой в Москву свою переводчицу. Они поженились. Однако все это будет потом, а сейчас возвратимся в Мадрид, где на подступах к столице идут тяжелые кровопролитные бои. Хаджи Мамсуров так рассказывал о боях под Мадридом. Зона обороны создавалась и существовала как самостоятельный фронт с прямым подчинением министру обороны и президенту республики. Возглавил этот фронт так называемый Совет обороны Мадрида, во главе которого формально числился командующий и председатель Совета обороны генерал Мияха. Главным советником у него был комбриг Владимир Ефимович Горев. Очень толковый, грамотный, смелый командир, владеющий английским и испанскими языками. До приезда в Испанию он командовал одной из лучших в Красной Армии танковых бригад, потом находился на посту военного атташе. Помощниками у Горева были Ротнер и Львович. Я по штату являлся советником при начальнике штаба в Рохо. Однако приходилось работать и в крупных соединениях, пребывавших для обороны Мадрида с ноября 1936 года по январь 1937 года. Так, в один период был советником командира каталонского корпуса, известного боевика-анархиста Буэнавентура Дурутти. На этом, собственно, Хаджи Джуарович и останавливается. Всего одна строка, одно имя. А ведь за этой строкой полный трагизма эпизод гражданской войны. К счастью, в своем испанском дневнике Михаил Кольцов уделил достаточно большое внимание отношениям коммуниста Мамсурова и анархиста Дурутти. Он попросил себе советника-офицера. Ему предложили к Санте, пишет Михаил Кольцов. Он расспросил о нем и взял. К Санте первый коммунист в частях Дурутти. Когда К Санте пришел, Дурутти сказал ему, «Ты коммунист? Ладно, посмотрим. Ты будешь всегда рядом со мной. Будем обедать вместе и спать в одной комнате. Посмотрим». К Санте ответил. «У меня все-таки будут свободные часы. На войне всегда бывает много свободных часов. Я прошу разрешения отлучаться в свободные часы. А что ты хочешь делать? Я хочу использовать свободные часы для обучения твоих бойцов пулеметной стрельбе. Они очень плохо стреляют из пулемета. Я хочу обучить несколько групп и создать пулеметные взводы». Дурутти улыбнулся. «Я хочу тоже. Обучи меня пулемету». Анархисты, уезжая из Каталонии, подняли большую шумиху. Мол, они идут спасать столицу Испании от фашистов. Потребовали дать бригаде самый трудный участок. Но прошло всего два дня, и они выдвинули совсем другое требование – отвезти их на отдых. Эту историю в своих воспоминаниях продолжает кинооператор Роман Кармен. «А какую позицию занимает Дурутти?» – спросил я. Хаджи задумчиво разминал в руках свой берет. «Понимаешь, – сказал он, – я полюбил его. Вот полюбил и все. Верю в его честность. Он по-настоящему ненавидит фашистов, горячо любит Испанию. Но в каком он ужасном окружении? Меня иногда пугает его трагическая обреченность. В минуты откровенности он не в силах скрыть от меня своего отвращения ко многим авантюристам и негодяям, которые, как говорит он, позорят чистые идеи анархизма. Вот я убежден, что он против отвода бригады в тыл. Я еду к нему. Сейчас. Хочешь, поедем вместе?» Нас привели в кабинет, где Дурутти диктовал что-то машинистке. Он порывисто встал и, кинувшись навстречу Хаджи, долго пожимал ему руку, словно боясь ее выпустить. Всего лишь несколько дней Хаджи прикомандирован к бригаде советником, а Дурутти уже не может прожить без него и часа. Он полюбил Хаджи за отчаянную храбрость, за железную волю и жестокую прямоту, те качества, за которые все любят этого отважного молчаливого человека. Хаджи молча взял его за руку, усадил на большой диван, обитый голубым атласом. Тот покорно сел и опустил глаза. «Это верно, Дурутти, что ты отводишь бригаду в тыл?» спросил Хаджи. «Ты знаешь, резервов нет. Ты оголишь самый ответственный участок фронта». «Да, я отвожу бригаду», — закричал Дурутти. «Люди устали. Устали от бомбежек и артиллерии. Люди не выдерживают. Я не могу». «Дурутти, но твоя бригада всего лишь два дня на передовой. И знаешь, как оценил народ, что анархисты пришли, наконец, из глубокого тыла драться в Мадрид?» «Понимаешь, какое впечатление произведет уход из бригады? Что тебя заставляет предпринять этот шаг?» Дурутти опустил голову и, стиснув в виски, тихо сказал. «Знаю, все знаю. Но они требуют...» Слова «они» он произнес со злобой. Снова вскочил и зашагал по ковру. «Поеду в бригаду. Сейчас же. Я с тобой», — предложил Хаджи. «Нет, нет». Мы с Хаджи поехали в штаб обороны Мадрида. Через час, проходя по коридору штаба, я увидел Хаджи. Он стоял спиной ко мне, глядя в окно. Я окликнул его. Он не ответил. Я тронул его за плечо. Он повернулся ко мне. Его глаза были полны слез. «Что случилось?» «Они убили его. Только что убили». Потом Хаджи Джиорович всю жизнь корил себя, что не поехал с Дурутти. Как он считал, ему бы удалось предотвратить это безумство. Так и не успел Мамсуров научить Дурутти стрелять из пулемета. Сам он, кстати говоря, являлся отменным пулеметчиком. В Испании было немало случаев, когда мастерство пулеметчика, да поразительная смелость и выдержка помогали Хаджи выдержать, не погибнуть, победить. Он не любил рассказывать о таких случаях. И все-таки однажды признался. «Как-то с одним батальоном я участвовал в бою. Сражались мы двое суток. Бойцы устали. Наши части ушли вперед, и батальон оказался в крайне сложном положении. И вот вдали показались шеренги марокканцев, опытных сильных бойцов, на которых делал основную ставку Франко. Они были одеты в белые плащи. Мерным уверенным шагом накатывали на нас. Психическая атака. Не часто такое увидишь. Да лучше и не видеть. Марокканцы находились в метрах восьмистах от нас. Интербригадовцы открыли огонь. Некоторые белые плащи падали, но остальные, не меняя темпа, продолжали идти и идти. И вот они уже в трехстах метрах от нас. Мы ведем огонь, а шеренги движутся вперед. Некоторые наши бойцы перестали стрелять. Я бросился к пулемету и нажимал на спусковой крючок так, что потом у меня долго болел палец. Почувствовал еще мгновение, и наши бойцы дрогнут, побегут. Напряжение было дикое. Не отрываясь от пулемета, я крикнул растерявшимся бойцам. Гранатами! Огонь! И метнул подряд три гранаты, когда марокканцы были уже в пятидесяти шагах. Однако не выдержали они. С протяжным криком «Алла!» белые шеренги повернули, показали нам спины и побежали. Какое же было счастье видеть их спины. В советские времена войну в Испании, нашу интернациональную помощь, романтизировали, показывали только подвиги бойцов-интербригадовцев. Однако там был не только героизм и самопожертвование. Хватало и предательства, трусости, разгильдяйства, в том числе и среди интернационалистов из Советского Союза. Как и почему сорвалось наступление интербригадовцев в районе французского моста и университетского городка. Эту операцию готовило мадридское командование своими силами, втайне от штаба Центрального фронта. Мадридцы подозревали, что в штабе работают продажные офицеры, связанные с фашистами. Кроме пехоты, в наступлении участвовали две танковые роты, все бронемашины, находящиеся в боевых порядках, обороняющихся частей. Командовали этими ротами Арман, Кривошейн и капитан Панов. После упорных боев в районе университетского городка командование ставит задачу к Санте атаковать противника у французского моста. Его подразделениям предавалось две танковые роты и рота бронемашин. Кривошейна на месте не было. Арман принял командование двумя ротами, подразделением бронемашин руководил Панов. Огонь артиллерии корректировался с башни 17-этажного здания «Телефоник». Наступление началось успешно, и интербригадовцы захватили плацдарм западнее моста. Фашисты спешно отходили. По установленному сигналу рота бронемашин Панова должна была вступить в бой и развить успех. Однако все сигналы поданы, и не один раз, а Панова нет. Арман в бешенстве и собирается ехать на поиски пропавшей роты. Хочет, как он кричал, набить морду трусу Панову. Однако если бы Арман покинул поле боя, командовать танками было бы некому. Санти принял решение ехать самому. Он нашел роту Панова около парка, километрах в трех от назначенного района сосредоточения. Позже об этой поездке Мамсуров вспоминал так. «Я поехал к роте и обнаружил танки вдоль ограды парка. Они были брошены без охраны. Экипажи разбрелись. У машин я нашел только несколько человек. На мой приказ быстро найти командира и собрать экипажи реакция была весьма ленивая. Рассверепев, я сам стал искать Панова и нашел его в одном из ресторанчиков с рюмкой в руке. На коленях у него сидела девушка. От такой картины я долго не мог прийти в себя. Увидев меня, он вскочил, девушка упорхнула. Панов стоял передо мной, большой, побелевший от испуга, с рассинками пота на рябом круглом лице и что-то бормотал о своей вине. От бешенства я не в состоянии был вымолвить ни слова. А когда с его ротой мы прибыли к французскому мосту, было уже поздно. Фашисты оправились от удара, подтянули дополнительные силы и начали яростно атаковать. Что ж тут скажешь, на войне как на войне. Есть такие, как Мамсуров и, увы, такие как Панов. Осенью 1937 года к Санте, он же Хаджи Мамсуров, возвратился в Москву. Как-то в приемной одного из высоких начальников встретил Михаила Кольцова. После Испании они увиделись впервые. Крепко обнялись, как старые друзья, расцеловались. Кольцов оставил свой телефон, просил звонить, но позвонить Мамсуров ему уже не успел. Михаила Кольцова арестовали. Приемной было человека три, скажет позже генерал Мамсуров. Так я и не знаю, кто же из них спустя несколько недель написал, что я обнимался не с тем, с кем следовало. Вообще, по тем меркам тридцатых кровавых годов, зажигательный прямой и честный кавказец Хаджи Мамсуров многое делал, чего не следовало делать. Сейчас, когда анализируешь эти факты, поражаешься, как он выжил. Ну, например, после того, как сказал в лицо Сталину правду о финской войне. После того, как пригвоздил Мехлица к позорному столбу. Как... Ну, это уже тема отдельного разговора. Он впереди. Командир диверсионной бригады. Апрель сорокового года выдался холодным. Весеннее солнце иногда прорывалось сквозь свинцовые тучи, но мороз держался. Лютая зима, на которую пришлась советско-финская война, отступать не хотела. 12 марта 1940 года Советский Союз и Финляндия заключили мирный договор. Советскому Союзу отошла территория Карельского перешейка с Выборгом, острова в Финском заливе, западное и северное побережье Ладожского озера с городами Кексгольмом, Сауртовала, Суаярви, территория к северу от Ладоги с городом Куала-Ярви и часть полуостровов Рыбачий и Средний. Полуостров Ханко переходил в аренду Советскому Союзу на 30 лет. Красная армия победила, но как-то тяжело было думать об этой победе. Полковник Хаджи Мамсуров видел ее изнутри, с изнанки. В конце марта на сессии Верховного Совета Советского Союза со ссылкой на данные штаба Ленинградского военного округа были обнародованы цифры наших потерь в финской войне – около 48,5 тысяч убитых, почти 159 тысяч раненых, больных, обмороженных. Финны, по тем же данным, потеряли 70 тысяч убитыми и более 250 тысяч ранеными. Мамсуров не мог не верить сессии Верховного Совета, но на войне он видел совсем другое. Что ж, возможно, ошибался. Трудно говорить ему, полковнику, командиру бригады за весь фронт. Жена Мамсурова Паулина рассказывала позже, что Хаджи вернулся с войны каким-то замороженным, больше молчал, ходил мрачный, наверное, вспоминал своих ребят – заснеженные поля, густые леса, в которых прятались финские снайперы, кукушки. Ни о чем не рассказывал, желая оградить нас от взрыва своих чувств. Единственное, что я знала – он люто ненавидел Михлиса. В начале апреля сообщили, с 14 по 17 в ЦК пройдет совещание начальствующего состава Красной Армии по сбору опыта боевых действий против Финляндии. Полковник Мамсуров среди выступающих. Наступил день совещания. Хаджи ехал в Кремль, что он будет сегодня говорить на совещании. Те события еще свежи в памяти, словно были вчера. Дикий мороз в полсотни градусов, суконные шаровары и кители бойцов его бригады, которые сшила специально для них ленинградская швейная фабрика. Форма более удобная, чем длиннополые шинели, но на морозе в такой одежде не то что отдохнуть, остановиться порою невозможно, замерзнешь. А ведь действуя в отрыве от основных сил, в финском тылу приходилось и спать в снегу. Лучшее, на что можно было тогда рассчитывать, это шалаш из еловых веток. Лишнего ничего не возьмешь, а возьмешь проклянешь, каждый грамм в дальнем рейде как тонна. Диверсионные группы его особой лыжной бригады находились всегда в движении. Порой без еды и питья, в кармане пяток кусочков сахара, проголодаешься, пососешь сахарок и вперед. Это была третья война Хаджи Мамсурова. Вроде и не новичок, но никогда прежде не посещали его такие страшные желания. Порой хотелось махнуть на все рукой, упасть на снег и уснуть. Он никому не признавался в этом, разве что самому себе. Но что было, то было. Как говорят, слов из песни не выбросишь, даже если песня больше похожа на стон. Вспоминались погибшие ребята. Какие ребята? Володя Мехков. Лыжник-рекордсмен, веселый, общительный, смелый. Как только Хаджи начинал подбирать бойцов в рейд, он тут как тут. Товарищ полковник, разрешите мне пойти со своим взводом. А студент-эстонец Крузе. Когда в небольшом доме их окружили финны, началась перестрелка. Крузе был ранен. Он приказал уходить бойцам группы. Сам остался прикрывать отход. Попросил поджечь дом вместе с ним, чтобы не попасть живым в лапы врага. Группа отошла. Разумеется, ни у кого не поднялась рука сжечь товарища. Крузе долго отстреливался, задерживая финнов, а когда закончились патроны, сам поджег дом. Не хуже ребят воевали девушки. Их в бригаде было немного. Связистки, финки-переводчицы, карелки. Переодеваясь в одежду местных жителей, они собирали нужную развединформацию. А когда становилось особенно тяжело, прятали под своими шубейками револьверы, гранаты и в бой. Вот о таких, как Володя Мехков, Крузе, Маня Богданова и надо говорить. Но не только о них. Было еще рано, половина десятого, когда Хаджи сдал шинель в гардероб и вошел в фойе зала. Однако тут уже собралось немало командиров. Он увидел корпусного комиссара Хрулева, начальника снабжения Красной Армии. Тот, наклонившись, что-то говорил Камкору Чуйкову, командующему девятой армией на финском фронте. Мимо него прошел куда-то торопясь комдив Кирпонос, командир 70-й стрелковой дивизии. Он приветливо махнул Хаджи. Мол, прости, тороплюсь. Большинство собравшихся, Мамсуров знал лично, с некоторыми служил раньше или познакомился в эту финскую войну. С иными воевал еще в Испании. Испания. Прошло-то всего ничего, два с небольшим года, а кажется, как это было давно. Вот Григорий Иванович Кулик, обритый наголо, как колено, вышагивает важно. Понятно, он уже зам наркома обороны, командарм второго ранга. Странно, как такое могло случиться? Купер, псевдоним Кулика в Испании, сам по себе храбрый командир, но малограмотный, неумный, с солдафонскими замашками, стал заместителем наркома. А прекрасный тактик, глубокий интеллигентный человек, талантливый военачальник Владимир Ефимович Горев по возвращении из Испании арестован и расстрелян. Хаджи не раз задавал себе этот вопрос. Там, в Испании, он был слишком занят, если не сказать больше, увлечен борьбой и как-то не задумывался о таких низменных, на его взгляд, вещах, как зависть, злоба, интриги. А ведь Владимиру Ефимовичу завидовали, да еще как. Героическая оборона Мадрида прославила Горева и его помощников. Наверное, сыграл свою роль и острый Горевский язычок. Он не раз поддевал Мерецкого, смеялся над неотесанностью Кулика, а Павлова попросту называл генерал Бадега, как прозвали его многие испанцы, намекая на приверженность Дмитрия Григорьевича к вину. Так что врагов у Горева было немало. А вон и генерал Бадега, легок на помине. Павлов, теперь уже начальник автобронетанковых войск Красной Армии, прохаживался вместе с Мерецковым, командующим Ленинградским военным округом и Седьмой Армией. Все собрались в зале, где должно было начаться совещание. Мамсуров тоже прошел в зал, на ходу приветствуя знакомых командиров. На совещании присутствовал Сталин, все руководство Красной Армии. Выступающих было много. Сталин слушал, задавал вопросы, спорил, не соглашался. Во время выступления комкора Василия Чуйкова, командующего Девятой Армией, он неодобрительно отнесся к мнению о бережном экономном отношении к боеприпасам. «Если мало боеприпасов расходовали, то много людей расходовали. Тут надо выбирать одно. Либо людей надо пожалеть, но тогда не жалеть снарядов, патронов, либо жалеть патроны и снаряды, тогда людей будете расходовать. Что лучше?» Чуйков, пытаясь выкрутиться, сказал, что лучше стрелять метко и попадать в цель. Сталин взорвался. «Неверно. Старо. Если бы наша артиллерия стреляла только по целям, до сих пор бы воевали. Артиллерия выиграла, что она в один день 230 тысяч снарядов положила. Ругаем их за это. А я ругал, в свою очередь, почему не 400 тысяч, а 230». И вот тут во время дискуссии произошел важный эпизод, связанный непосредственно с Мамсуровым. В своей книге «В походах и боях» генерал Павел Батов его описывает так. «Вспомнил совещание руководящих военных работников, созванное ЦК партии в 40-м году после окончания военных действий на Карельском перешейке. Докладывал Чуйков. Сталин, прохаживаясь, курил трубку, остановился, спросил, прервав докладчика. «Скажите, вам никто не мешал командовать?» В зале стало тихо. Вопрос был повторен. Этот вопрос Сталин задал неспроста. До него дошли слухи, что начальник политуправления Красной Армии, армейский комиссар первого ранга Лев Мехлис, совал свой нос повсюду. Его вмешательство в руководство войсками приносило губительные, а порой и катастрофические последствия. Но Мехлиса боялись. За ним прочно закрепилась репутация серого кардинала. Этот жестокий, вспыльчивый комиссар был одним из организаторов репрессий среди командного состава Красной Армии. Во время Советско-финской войны Лев Мехлис являлся членом военного совета 9-й армии, но по сути командовал войсками армии. Он лично посылает Сталину доклад о причинах поражения и потерях в 44-й стрелковой дивизии. Дивизия, по предварительным данным, оставила противнику 76-мм пушек 20, гаубиц 122-мм 16, 45-мм пушек 25. Материальная часть танк-бата оставлена противнику Т-26, оставлено 15, Т-38-22, всего пулеметов 37, оставлено с танковых пулеметов 130, ручных пулеметов 150, автомашин до 150. Прибывший личный состав на 40% не имеет винтовок. Цифры действительно впечатляют. Но что же случилось с 44-й дивизией? Соединение было в срочном порядке переброшено из Тернополя, как скажет позже Мерецков, из украинских степей, без предварительного обучения бойцов, в условиях лесисто-болотисто-холмистой местности и глубоких снегов. Она оказалась в совершенно непривычной для себя обстановке и понесла тяжелые потери, а комдив погиб. Кирилл Афанасьевич лукавил. Комдив Виноградов вместе с начштаба дивизии Волковым и начальником политотдела Пахоменко были расстреляны. Как сообщал начальнику генштаба Лев Мехлис, суд состоялся под открытым небом в присутствии личного состава дивизии. Суд тянулся 50 минут. Приговор к расстрелу был приведен в исполнении немедленно, публично взводом красноармейцев. Скорбал на расправу начальник политуправления Лев Мехлис, и командарм Чуйков не смел ему возражать. Только вот где они были, и Мехлис, и Чуйков, когда дивизия отправилась с Украины на север в осеннем обмундировании, в шинелях и брезентовых сапогах. Телогрейки, о полушубках, разумеется, речи не было, и валенки обещали доставить в вагоны в пути следования, но бойцы их так и не дождались. Только на конечной станции Кемь дивизия начала получать зимнее обмундирование, а так в спешке полностью и не была обеспечена ни валенками, ни телогрейками. Не лучше обстояло дело в войсках 44-й дивизии с обеспечением продовольствием и фуражом. В своих докладах полковой комиссар Мизин это положение назвал угрожающим. Оказывается, в частях запас продовольствия и фуража составлял одну сутка дачу, то есть запаса как такового не существовало вовсе. Продовольственная рота простояла три дня на армейском протпункте, но так ничего и не получила. Мизин также докладывал, что до сих пор не прибыл полевой автохлебозавод дивизии. Между прочим, доклад военкома датирован 27 декабря 1939 года, а уже 1 января 1940 года противник перешел в атаку на позиции 146-го стрелкового полка 44-й дивизии. Атака с большим трудом была отбита. В бою оказались все резервы. На следующий день финны вновь ударили по полку и окружили его. Контратаки ни к чему не привели. Финские части перерезали единственную дорогу, по которой перемещались дивизионные колонны. Так начиналась трагедия 44-й дивизии. Безусловно, вина комдива Виноградова и его штаба велика. Но заслужили ли они такую страшную кару? Только ли на них лежала ответственность за разгром дивизии? Масло в огонь подлил Мехлис. Кстати говоря, после расстрела Виноградова главный военный прокурор Красной Армии издал директиву, в которой запрещал проводить суды или самосуды, подобные тому, что совершил Мехлис. И что вы думаете, Лев Мехлис направил телеграмму прокурору. Он с гордостью заявляет, что они провели еще один подобный суд над Чайковским и комиссаром погранполка Черевко, который дал замечательный результат. Сейчас проводим несколько процессов над рядовыми. И далее он требует у главного военного прокурора отменить вашу директиву. Вот так, ни больше, ни меньше. Мехлис жаждал крови. Все, кто воевал на Советско-финском фронте, безусловно, знали о судилищах Мехлиса. Не оттого ли, как пишет Батов, в зале стало так тихо, когда Сталин задал свой вопрос. Думается, все понимали, о чем и о ком идет речь. Но промолчали. И командармы высоких рангов, и бесстрашные комиссары, и героические комбриги, комдивы. Однако нашелся в этом зале один человек. Звание его на фоне собравшихся было весьма невелико. Полковник. Предоставим слово вновь генералу Павлу Батову, чтобы завершить цитату из его книги. Напомним вопрос Сталина. Скажите, вам никто не мешает командовать? В зале стало тихо. Вопрос был повторен, и только Мамсуров сказал в своем выступлении. Я вам, товарищ Сталин, скажу, что нам действительно иногда мешали командовать. Он резко критиковал армейского комиссара Льва Мехлиса за то, что насаждал в армии порядки, связывающие творческие возможности командного состава. Итак, обратимся к выступлению полковника Хаджима Мсурова на совещании, ибо в нем он рассказывает главное о своей боевой диверсионной работе. Я имел десять лейтенантов из Тамбовского училища. Должен сказать, что эти люди не были командирами, они даже бойцами не могли быть. Первые действия показали, что командиром взвода группы мог стать не лейтенант, а красноармеец, боец, который уже имеет двухнедельный опыт. Хотя командиры из Тамбова оказались очень вымуштрованы, добровольцам-ленинградским физкультурникам далеко до них. Но в боевой обстановке они даже не знали хорошо компаса, карты. В бою они боялись, а в тылу были хорошими командирами. К этому делу созданию диверсионных отрядов для действий в финском тылу, некоторые командующие отнеслись хорошо. Товарищ Мерецков, Штерн, мы к концу января создали несколько отрядов, которые сделали большие дела. Я выехал с таким отрядом в девятую армию, взял ленинградцев-добровольцев и студентов института физкультуры. Получил задачу выйти на помощь 54-й дивизии. Выехали ночью на машинах, а потом прошли на лыжах за сутки 68 километров и дошли до места действия в тылу противника. Погода была очень холодная. Я решил, что если идти прямо на противника всем отрядам, с нами может случиться неприятная история. Сейчас надо было выяснить, кто нам противостоит, какие силы, оружие у противника, тем более что в этом районе о финнах нам ничего не было известно. И вот начали прочесывать местность. Начиная от линии границы или фронта, группы отряда работали на удаление вначале до 40 километров, затем до 80 километров и даже до 120 километров. Группы разведывали полосу примерно шириной в 150 километров, если брать веерообразно. Сталин, внимательно слушавший Мамсурова, спросил, — Сколько било вас всего? — Около 300 человек, — ответил Хаджи. Очень много времени отняла полоса, начиная от левого фланга 44-й дивизии и непосредственно до Кухманьеми и Соткамо. В этой полосе на удалении 100 километров ни противника, ни населения абсолютно не было. Но сама территория потребовала много времени, чтобы ее разведать. В штабе армии было сказано, что в полосе от Поваланка идет основная линия связи с Кухманьемской группой противника, и мне ставилась задача разведать этот район. Работали там около трех недель, так как выход одной группы на удаление от 100 до 200 километров занимал 5-6 дней. Должен сказать, что несмотря на очень сильные морозы, отряд почти все время жил в лесу на снегу, у нас было только три случая обмораживания, первой и второй степени. Затем, когда группа наткнулась на противника в районе Кухманьеми, тут произошел интересный случай. Группы действовали непосредственно в тылу 25-го пехотного полка противника, 65-го, 27-го пехотных полков, 9-го артиллерийского полка. Одна группа была на расстоянии 2-3 километра от Кухманьеми, налетела на деревню, уничтожила пункт радиосвязи, несколько солдат и офицеров, а также две подводы с ручными взрывателями от мин. Ушла без потерь. Другая группа работала в 12 километрах восточнее, засела на дороге, захватила машину, вторую, третью, перебила около 20 человек, в основном средний и младший комсостав. Захватила их оружие, документы, подожгла машину, уничтожила линию связи и ушла. То же самое делали и другие группы. Товарищ Запорожец говорил, что у них всего 13 финнов действовали в тылу. Итог, как неприятно иметь у себя в тылу подобные группы. На фронте 9-й армии появилось несколько белофинов. Они перешли нашу границу и, углубившись на 2-3 километра, срезали один телефонный столб, который связывал пограничные заставы. А в наших частях была паника. Мол, здесь шныряет банда финнов, и говорили о них бог знает что. Представьте себе, что делалось тогда у финнов после нашей работы в тылу. У нас был радиоприемник, который дали в политуправлении армии. Мы слышали финские передачи о действиях нашего отряда. Они говорили, что целые батальоны парашютных десантов сбрасываются русскими. Видимо, думали, что на такое удаление наши люди пройти не могут. Кричали о новых видах военных действий и тому подобное. Наверное, мы им порядком насолили. 18 февраля прилетел начальник разведывательного отдела армии и отдал приказание. К 23-й годовщине Красной армии надо преподнести большой подарок. Я говорю, может быть, лучше подарок сделать после празднования? У финнов поубавится бдительности. Он со мной не согласился. Говорит, приказываю. Послали группу в 50 человек восточнее Кухманиеми на помощь 54-й дивизии. Эта группа погибла. Причем, должен сказать, что она состояла из красноармейцев. Остальная часть нашего отряда была укомплектована ленинградскими добровольцами. Пленные, которые были потом захвачены, рассказывали, что участвовали в уничтожении этих людей. Наши красноармейцы три дня вели бой, будучи в окружении. Ни один из наших не сдался в плен. Три человека, оставшихся в живых, в последний момент взорвали себя гранатами. Одновременно другая часть отряда пошла западнее Кухманиеми, разделившись на отдельные группы. Они должны были перерезать шоссейную дорогу Каяни-Кухманиеми. Одна из групп напала на штаб 9-й пехотной дивизии противника. Должен сказать, мы докладывали и раньше, что в этом районе расквартирован штаб, но командование 9-й армии не обратило внимания на эти данные, считая, что штаб пехотной дивизии противника находится в другом месте. Так вот, группа в количестве 24 человек очутилась в расположении войск противника, куда она вошла ночью. Бойцы обнаружили это только на рассвете, увидев замаскированные бараки, полные солдат противника. Тут же недалеко был и крупный штаб. Они зарылись в снег и решили ждать ночи, чтобы напасть на штаб. Однако группа была случайно обнаружена в 16.00 из-за нечаянного выстрела. Один из товарищей очищал автомат от снега. Тут начался бой малой по численности разведгруппы против полка пехоты, командного состава штаба и авиации. Группа вела бой с 16.00 до 2.00 ночи. Наших было убито 14 человек. Ушло 8.00. Они отошли с боем и соединились с другими группами, действовавшими правее. К сожалению, в этом бою был убит секретарь комсомольской организации и другие бойцы. Люди, которые участвовали в бою, вели огонь из маузеров и автоматов и были одеты в финскую форму. Каждый из них уничтожил не менее десятка белофинов, главным образом офицеров. Около ста трупов противника осталось там. Когда оставшаяся часть подразделения вышла на лед озера к островам, группа финских летчиков преградила им дорогу. Есть основания думать, что нашими был убит крупный финский начальник, поскольку у него была хорошая одежда, красивая сумка, золотые часы. Почти вся группа противника была перебита. Финны в тот момент были охвачены паникой, начали вести беспорядочный артиллерийский огонь. Есть и другие примеры героизма. К сожалению, этот товарищ убит, он представлен к званию Героя Советского Союза. Речь идет о ленинградском лыжнике, замечательном гражданине нашей страны Мехкове. С группой лыжников 13 человек. Для того, чтобы выяснить наличие войск в районе Кухманиеми, в течение 23 часов он совершил 90-километровый марш. Это на лыжах, когда человек утопает выше колена в снегу. Правда, у него была отменная лыжная подготовка, да и людей в его группу мы подобрали хороших. Западнее Кухманиеми он влетел в расположение финской зенитной батареи, убил офицера и еще несколько финнов. Поднял панику. Узнал, что там есть зенитная батарея, несколько пехотных рот. Через них проскочил и вернулся. Его с бойцами окружил в одной деревушке противник, силой до роты с пулеметами. Но они стойко дрались, нанесли большие потери противнику и вышли из окружения, пробились гранатами. Правда, Мехков потерял одного из лучших бойцов отряда. Товарищ Мехков провел ряд замечательных операций. Жаль, что к концу событий погиб. Нам мучить надо людей. Мы работали всего месяц с лишним. Я считаю, что если бы у меня были подготовлены еще в мирное время бойцы, то удалось бы довольно много вреда нанести финнам. Должен сказать, что отряду, который был у меня сформирован из ленинградских добровольцев-лыжников, очень тяжело приходилось. Тяжелее, чем частям, которые находились на фронте. Однако можно с гордостью сказать, что это замечательные люди нашей Родины. Я считаю, что необходимо решить вопрос о создании специальных частей в ряде округов. Надо начинать их готовить. В составе армии эти части принесут большую пользу, выполняя помимо специальной работы задачи дальней разведки. В конце своего выступления Мамсуров резко критиковал Мехлиса. Начальник политуправления не ожидал такого. Мехлис побледнел и бросился в атаку. — Это все клевета. Я вас видел один-два раза. Мамсуров спокойно ответил. — Мне клеветать нечего. Я говорю то, что есть. Мехлис вновь подскочил. — Это сплетня. На сей раз не выдержал Сталин. Мамсуров сказал правду, — глухо отозвался он. — Нам нужно уважать то, что говорит товарищ, работающий на фронте. Мне говорил об этом еще один товарищ. — Хорошо бы его назвать, — петушился Мехлис. — Не буду называть, — ответил Сталин. — Он сказал мне, Молотову и Ворошилову. — Говорить надо в открытую, — не унимался Лев Захарович. — Рычагов, — сказал Сталин. Он помолчал и добавил. — О клевете не может быть и речи. Товарищ Мамсуров говорит у товарища Рычагова такое же мнение. В зале наступила гнетущая тишина. Собравшиеся словно оцепенели. В перерыве хаджи Мамсуров вышел в холл. К нему подходили командиры, одобрительно жали руки, поддерживали. И тут он увидел своего старого знакомого, генерала Бадегу, Павлова. Он подошел, поздоровался и, понизив голос, насмешливо сказал. — Санте, не пропал ты. Фашист тебя не убили, теперь свои убьют. Гляжу я на тебя и не пойму, двурной ты чешо? Так и сказал. Дворной ты чешо? Мамсуров тогда и не понял, что означало это чешо. Позже значение украинского оборота объяснил ему, Кузьма Деревянко, начальник штаба, в его особой лыжной бригаде. И они долго смеялись. Хотя в тот апрельский день сорокового года полковнику хаджи Мамсурову, откровенно говоря, было не до смеха. Он обрел могущественного и коварного врага в лице льва Мехлиса. Однако враги никогда не пугали хаджи. Наш камдив удалой. Шел четвертый год Великой Отечественной войны. Камдив генерал Хаджи Мамсуров верхом на лошади скакал в полк Автодиева. Его 2-я гвардейская кавалерийская дивизия, прорвав оборону немцев у города Кросна, вела бои в предгорьях Карпат. Впереди была Чехословакия, но фашисты не собирались пускать кавалеристов в Карпаты. Завязались тяжелые ожесточенные бои. На острие атаки его соединения был полк Автодиева. Братьев Автодиевых хорошо знали и любили в дивизии. Младший Ваган погиб в рукопашном бою под Гродно. Генерал помнил его еще курсантом. Старший недавно возглавил полк после того, как Мамсуров отстранил от командования полковника Мизерского. Когда комдив вспоминал о Мизерском, внутри все клокотало. Этот холеный бездельник не раз подводил в критическую минуту, а то, что случилось во время тяжелых боев под Кросна, стало последней каплей. Ставропольский добровольческий полк, действуя на левом фланге дивизии, продвинулся вперед на 15 километров. Пехотинцы Москаленко тоже хорошо поддержали кавалеристов, однако полк Мизерского топтался на месте. Мамсуров пытался связаться со штабом Мизерского по телефону, но ему сказали, что комполка на месте нет. Он в тылу, километрах в десяти от переднего края. Камдив приехал в полк, нашел Мизерского. Тот мирно спал. Генерал поднял его с постели и дал два часа на сборы. «И чтоб духу твоего не было в дивизии», — пригрозил Мамсуров. А вместо Мизерского назначили храброго толкового офицера, Абдуллу Автодиева. Родные братья Автодиевы были очень разными. Младший ваган, стройный, красавец, отменный кавалерист, а старший — огромный, кряжистый, с некрасивым, каким-то зверским лицом. Недавно его ранило, и товарищи подтрунивали над ним, мол, Автодиев получил ранение века. А вышло так, что в бою ему в лицо попала щепка. Абдулла долго сокрушался. Ранение должно быть металлом, а не деревянной щепкой. «Это позор», — считал офицер. У Автодиева душа была чистая и добрая, как у ребенка. Комдив знал бесстрашие и горячий характер Автодиева и просил замполита Колотовского беречь командира. Генерал Мамсуров сразу проехал к штабу полка, спрыгнул с лошади. С первого взгляда стало ясно, что-то случилось. Опущенные головы кавалеристов, у повозки стоял ординариц Автодиева и плакал. На повозке лежал командир полка. Бледный, без кровинки в лице, глаза закрыты. Комдив склонился над Автодиевым, ком полка с трудом разлепил тяжелые веки. «Да, Хаджи, вот и погибли два брата. Обними меня», — потрясенный Мамсуров обнял Автодиева. «Ухожу вслед за братом», — еле слышно прошептал Абдулла. Комдив скинул голову. Слезы душили его. Сентябрьское солнце садилось за вершины гор, охваченные осенним пламенем багрянца. Эта тишина рвала сердце. Хотелось выть волком. Автодиев умирал на его руках. Вечером Комдив Мамсуров возвратился в штаб дивизии. Он долго сидел за столом над раскрытой картой. Со стороны, казалось, генерал думал о завтрашнем бое. Но мысли его путались, бежали, опережая друг друга, и были далеко от этих мест. Стоя у повозки с телом погибшего фронтового товарища, Хаджи Мамсуров, может, впервые за столько лет войны остро почувствовал, как страшно он устал. Шел уже четвертый год войны. Как далек был сегодня тот 41-й. Белоруссия, Смоленщина, потом Ленинград. В августе 1941 года, когда фашисты прорвали наш фронт у Чудова, его полковника Мамсурова назначили командиром 311-й стрелковой дивизии. Сказали одно. Ни шагу назад. И он держался зубами за тот клочок земли, который отвели его дивизии. Отступать было некуда. Дальше Ленинград. В конце месяца на переднем крае его ранило в обе ноги и в руку. После госпиталя принял другую дивизию, 114-ю, кавалерийскую. Потом был 7-й Кавкорпус, куда его перевели заместителем командира. Но в августе 1942 года новое назначение начальником Южного штаба партизанского движения. Через 4 месяца он уже начальник оперативного отдела, помощник начальника Центрального штаба партизанского движения. В марте Хаджи возвращается в Главное разведуправление. Но он рвался на фронт. И, наконец, в апреле 1943 года его настойчивым просьбам уступили. Полковник Мамсуров назначен командиром 2-й гвардейской Крымской кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта. Дивизия была знатная. Когда-то ею командовал Григорий Котовский. Бойцы немолодые, средний возраст около 50 лет. Опытные, обстрелянные. Большинство казаки. Но были еще и те, кого под знаменами 1-й конной армии водил в бой сам Семен Буденный. Мамсуров сжился. Прикипел сердцем к этой ставшей родной для него дивизии. Ему будут предлагать корпус. В ноябре 1943-го вызовет к себе генерал Черняховский и скажет «Ну что, Мамсуров, принимай стрелковый корпус». Но Хаджи откажется. Посчитает, что на дивизии он принесет больше пользы. В декабре 1943-го и в январе 1944-го такие же предложения поступят уже от генерала Ватутина. Мамсуров поблагодарит за доверие, но останется верен 2-й кавалерийской. Сколько пройдено с ней, с этими удивительными людьми? Вспоминался горячий бой под Киевом. И тот испуганный молоденький сержант, который бежал вместе с красноармейцами с передовой, да наткнулся на Камдиева. «Стой!» — крикнул Мамсуров. «Куда бежишь?» Сержант остановился, как вкопанный, увидев перед собой полковника. Камдиев знал, перед ним артиллерист. «Где твое орудие?» «А пилотка?» «Где пилотка?» Сержант замелся. «Товарищ полковник, немецкие танки!» «Много танков!» Камдиев был вне себя. «Так ты немцам отдал орудие, паршивец!» «А ну, как отдал, так и назад отбей!» «И пилотку свою найди!» «Какой же ты, мужик и солдат, коли орудие отдал, пилотку потерял!» Сержант испуганно вытянулся и выдохнул. «Отобью, товарищ полковник!» Он действительно отбил. Собрал красноармейцев, попросил десяток гранат и пошел в контратаку, вернул орудие и пилотку нашел. Дальше воевал героически, как и все бойцы Мамсурова. Тогда его дивизия в составе кавкорпуса форсировала Днепр, прорвала немецкую оборону и захватила плацдарм, обеспечив переправу частям 60-й армии. А когда немцы, собрав силы в кулак, пытались прорваться к переправам 60-й армии, на их пути встали кавалеристы Мамсурова. 5-6-7 ноября 1943 года дивизия освобождала Киев. Дальше прорвали оборону немцев на реке Ирпень, севернее Киева, и стремительным ударом оседлали Киево-Житомирское шоссе, отрезав пути от хода фашистам. 11 ноября дивизия овладела городом Коростышев, а 12-го – Житомиром, продолжая наступать на юго-запад. Однако на войне случается всякое. Порою так складывается обстановка, что передовые части наступающих войск далеко отрываются от главных сил. Их коммуникации растягиваются, фланги становятся уязвимыми для контрударов противника. Так случилось на левом фланге 1-го Украинского фронта в середине ноября 1943 года. Соединение Мамсурова и другие части оказались в тяжелом положении. Против них немцы бросили танковые и моторизованные войска. По приказу командующего фронтом, полковник Мамсуров возглавил всю группировку наших войск, расположенных у Житомира. 9 дней дивизия обороняла город. Численность противника на некоторых участках была в 10 раз больше наших войск. В сводках Совинформбюро за 15 и 17 ноября говорилось, войска 1-го Украинского фронта вели тяжелые оборонительные бои с противником, перешедшим в контрнаступление из района западнее Фастова на Брусилов и из района южнее Житомира на Родомышль. В районе Житомира и Красстышева советские войска вели бои с крупными силами пехоты и танков противника и под его давлением оставили несколько населенных пунктов. В этих скупых строках сообщений кровь и пот, жизнь и смерти бойцов полковника Мамсурова. Кавалеристы сражались в пешем строю, выкатывали пушки на прямую наводку и били вражеские танки. За неделю тяжелых оборонительных боев немцы потеряли 150 танков и больше тысячи солдат и офицеров. Но численное превосходство было за врагом. 19 ноября по приказу командования Житомир был оставлен. Конники Мамсурова отступили. За умелое руководство дивизией, отвагу и героизм комдив Хаджи Мамсуров был награжден орденом Суворова второй степени и стал генерал-майором. В декабре дивизия оборонялась на участке города Малин, а в январе новое наступление в направлении Саарны-Ковель. Условия были тяжелейшие. Местность лесисто-болотистая, да как раз ударила оттепель. Войска двигались по раскишим лесным дорогам в ледяной воде, тащили на себе боеприпасы, минометы, оружие. Здесь действовал крупный отряд бандеровцев «Черный ворон». Пришлось выделить полк для борьбы с бандитами. «Черный ворон» перестал существовать. Форсировав с боями реку пустырь кавалеристы вышли на фланги и в тыл крупным Новоград-Волынской и Ровенской группировкам фашистских войск. Соединение Мамсурова имело задачу развивать удар в направлении Маневичи-Ковель и сходу овладеть городом Ковель. Но 28 января штаб фронта изменил задачу 2-й Кавдивизии и повернул ее на юг с целью взятия города Луцка. Уже на следующий день кавалеристы вели бои в районе населенного пункта Колки. Фашистское командование не сразу осознало, что в тыл его группировки выходит крупное кавалерийское соединение. Разобравшись в ситуации, немцы бросили против 2-й Кавдивизии авиацию. Правда, к тому времени у дивизии было хорошее авиационное прикрытие. В район Колки фашисты выдвинули кавалерийскую дивизию, переброшенную из Дании. В ходе упорных боев 29 и 30 января немецкие кавалеристы понесли тяжелые потери под ударами наших войск. А уже на следующий день дивизия Мамсурова захватила город Рожище и вела бои в районе населенного пункта Киверце. В оперативной сводке штаба фронта говорилось. В результате удара частей 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 1 февраля 1944 года практически вся группировка фашистских войск в Киверце была уничтожена, в том числе и только что переброшенный из района Ровно батальон пехоты. Особенно большие потери понесли немецко-фашистские части в ходе кавалерийской атаки 2-й дивизии с флангов южнее Киверце. Теперь перед Мамсуровым встал вопрос – брать Луцк сходу или дать отдохнуть безмерно уставшему от непрерывных боев личному составу. Он понимал, что оттяжка в наступлении неизбежно повлечет сосредоточение резервов противника и укрепление обороны. И Камдиев принимает непростое решение – овладеть Луцком сходу. 1 февраля передовые части дивизии вышли к северной, восточной и юго-восточной окраинам Луцка и к 4 часам утра полностью овладели городом. Удар был стремителен, и когда конники входили в город, его улицы заполнились фашистскими солдатами и офицерами, которые нередко в одном белье, в панике, метались по улицам, пытаясь уйти на запад. Таким образом линия фронта установилась западнее Луцка. За этот подвиг 2-я Кав-дивизия удостоилась ордена Богдана Хмельницкого. Однако времени для передышки не было. В марте 1944 года в своем донесении в штаб армии комдив Мамсуров сообщал. 15 марта 1944 года прорвал оборону немцев на реке Иква в районе Торговица и ударом в тыл дубнинской группировки немцев обеспечил наступление наших войск с фронта. 19 марта овладел городом Красноармейск, а 20 марта городом Броды и ввел бои юго-западней до подхода 13-й армии. Умолчал генерал в своем донесении, что 19 марта он получил ранение в лицо, но остался в строю. Надо сказать, и его подчиненные были под стать своему храброму комдиву. Позже, после войны, генерал Мамсуров часто вспоминал о героических бойцах своей дивизии. Вот лишь один эпизод, рассказанный Хаджи Дживоровичем. В Бродах трое суток шли бои. Город мы захватили, но станция была в руках немцев на южной окраине. До нее примерно полкилометра. Однако станцию мы никак не могли взять. Фашисты подтянули туда свежие силы 361-й пехотной дивизии. — Танки. По данным разведки, у противника было 120 танков, а у меня осталось всего 15 машин. Надеяться нам не на кого. Наши части были еще далеко позади. И тогда, взвесив все за и против, я отдал приказ отходить на восток. Передвигаясь по городу, увидел командира противотанкового орудия Афанасьева. Его пушка стояла во дворе дома, но обзор впереди лежащей городской площади был хороший. — Почему не отходите? — спросил я. — Товарищ генерал, — обратился ко мне Афанасьев, — разрешите мне с артиллеристами и прислугой остаться. На комсомольском собрании слово дал, что пробью 15 немецких танков. Мы уже подожгли три танка. — Хорошо, — согласился я. — Бей побольше. Мне самому стало интересно. Понимал, что наступают немцы, надо отходить, однако решил остаться. И вот на площади появился немецкий танк. Афанасьев подпустил фашистам метров на две, и ударил в борт. Танк загорелся. Вскоре послышался характерный лязг, подходящий новой боевой машины. С ним повторилось тоже. — Вот и пятый горит, — сказал Афанасьев. Потом он приказал поменять позицию. Артиллеристы быстро перекатили орудие на следующий угол дома и подбили еще один танк. Опять поменяли позицию и открыли огонь. Так Кирилл Афанасьев довел свой счет до девяти боевых машин. Отважный был боец. Позже я отправил его учиться в училище. К рассказу генерала Мамсурова остается только добавить, что кавалеристы 2-й гвардейской дивизии во взаимодействии с танкистами 3-й гвардейской танковой армии окружили в районе города Броды 6 немецко-фашистских дивизий. В этом котле было уничтожено до 30 тысяч солдат и офицеров противника, пленено 17 тысяч, захвачено более 11 тысяч орудий и минометов, полторы тысячи машин, много другой техники и снаряжения. За эту операцию комдив Хаджи Мамсуров был удостоен ордена красного знамени. Вот так с боями дошел до Карпат. Генерал встал из-за стола, задул коптилку, подошел к окну. Светало. Солнце, которое садилось вчера за горы, когда он стоял у тела погибшего комполка Автодиева, сегодня как ни в чем не бывало поднималось над вершинами. Начинался новый день. Каким он будет для него, комдива Мамсурова, для его кавалеристов? Счастливым, победным или, как вчера, горьким и тяжким? Кто знает? Через час ему вручат приказ. Его дивизия в составе 1-го гвардейского кавкорпуса вводилась в узкую брешь, пробитую в обороне фашистов. Свидетель и участник тех событий, начальник инженерных войск армии полковник Немчинский в своей книге «Осторожно, мины» напишет. Корпус вошел в прорыв налегке. Имеющуюся в войсках тяжелую технику, которую нельзя было протащить по горным тропам, оставили на большой земле. Боевые действия перешли в узкие горные проходы, на лесные тропы. Война здесь шла особая. Атаки следовали одна за другой. Все находилось в динамике. Характер боевых действий, навязанных противнику, имел свою специфику. Днем мы вели упорные оборонительные бои, а с наступлением темноты стремительными ударами прорывали кольцо окружения и выходили в новый район. Так повторялось несколько раз. Вспоминает Немчинский и о своей встрече с генералом Мамсуровым. «В овраге с заросшим леском нам встретились два человека. Один был в бурке до пят, другой в шинели. Держал под узцы двух лошадей. Кавалерист в бурке оказался генерал-майором Мамсуровым. Выслушав рапорт, генерал улыбнулся в тонкие черные усы, весело поглядел на нас, спросил. «А почему вы именно в эту сторону идете?» «По следу подков шли, товарищ генерал», доложил капитан саперов Дубровский. «Молодцы саперы. Обычно это только кавалеристы примечают». «Поторапливайтесь. Времени мало». Генерал легко вскочил в седло. Его фигура слилась с лошадью, а смуглое мужественное лицо светилось спокойствием и уверенностью. Таким он и запомнился мне. Они пробьются через Карпатские горы, порой поднимаясь почти по отвесным скалам, и ударят по врагу там, где он не ждал. А на пороге уже стоял победный 45-й год. В январе дивизия, действуя с Сандомирского плацдарма, будет участвовать в Селесской операции 1-го Украинского фронта. К 23 января кавалеристы Мамсурова выйдут в тыл краковской группировки немецких войск, а уже через неделю форсируют реку Одр, захватят плацдарм, и несмотря на превосходство противников живой силе и техники, будут удерживать его до 7 февраля, до подхода основных частей 60-й армии. Потом будет марш на Бреславу. Далее конногвардейцы форсируют реку Нейсе и, громят фашистов в их логове – Дрездене, Берлине, Таргау – переправятся через Эльбу и соединятся с американскими войсками. Победа. Командование 1-го Украинского фронта, характеризуя действия 2-й гвардейской кавалерийской дивизии и ее командира, отмечало. Дивизия в период боев с 15 апреля 1945 года с честью выполняла поставленные боевые задачи, умело уничтожала противника в его собственной берлоге. Умелыми маневрами по тылам противника дивизия только за 20-24 апреля уничтожила 1230 солдат и офицеров, 3 тяжелых танка, 11 бронетранспортеров и много другого вооружения. Взято в плен 574 солдата и офицера, захвачено 8 паровозов, 250 вагонов, 117 складов с вооружением, боеприпасами и военным имуществом, 40 тракторов и тягачей, 480 автомашин, 1700 лошадей, 350 повозок. Освобождено два лагеря с военнопленными и заключенными количеством 15 650 человек. Лично Мамсуров в боях по неотступному преследованию противника проявил себя храбрым генералом, неустанно руководя боем частей в сложных условиях обстановки. За прорыв современной оборонительной полосы противника, успешную организацию преследования, за личную храбрость и мужество, Мамсуров достоин высшей правительственной награды. Весной 45-го года грудь генерала Мамсурова украсила золотая звезда героя, рядом с которой были три ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, ордена Суворова, Кутузова, Отечественной войны, медали. После войны генерал Хаджи Мамсуров командовал отдельной гвардейской стрелковой бригадой. В 1948 году окончил военную академию генштаба и был назначен командиром механизированной дивизии, потом командиром стрелкового корпуса и командующим армией. В 1957 году его переводят в Москву заместителем начальника главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил Советского Союза. И вот тут разгорится скандал, который долгие годы будет сопровождать имя Хаджи Мамсурова. Сегодня этот случай стал уже легендой, и даже ветераны ГРУ не могут толком объяснить, как и почему такое произошло. Известно только одно – маршала Георгия Жукова, обвинили в подготовке государственного переворота и сняли с поста министра обороны. На пленуме Центрального комитета партии Никита Хрущев заявил, что Мамсуров оказался настоящим коммунистом, он пришел в ЦК и рассказал о диверсионной школе, которую открыл Жуков без ведома руководства страны. Откровенно говоря, непонятно все это. Мамсуров сам от корней волос разведчик-диверсант, осознававший роль и задачи сил специального назначения, и вдруг выступил против через голову руководства Минобороны, прибежал жаловаться в ЦК. Не в его это характере. Давайте разберемся подробнее. Подстава от Никиты Хрущева Сдается, что эту историю наиболее правдоподобно изложил друг Хаджи Мамсурова, тоже военный разведчик, генерал Михаил Мильштейн, в своей книге «Сквозь годы войн и нищеты». «Мы были близки с ним, — пишет Мильштейн, — до последнего дня его жизни, и я горжусь этой дружбой». После войны Мамсуров окончил Академию Генерального штаба и через некоторое время его приняли на работу заместителем начальника ГРУ. В то время, когда министром обороны был маршал Советского Союза, Жуков, начальником главного разведывательного управления, работал генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко. «Вот что мне в свое время поведал Мамсуров. Об этом я еще никому не рассказывал. Незадолго до поездки в Югославию Георгий Константинович Жуков вызвал его к себе и поделился с ним своим решением о формировании бригад специального назначения, исходя из возможного характера будущих военных действий в том регионе. Эти бригады должны были быть сравнительно небольшими, до двух тысяч человек, вооруженные самым современным и мощным легким оружием. Предполагалось собрать в единый кулак отборный физически сильный личный состав, обученный приемам ведения ближнего боя, карате, десантированию с воздуха и пользованию современными взрывчатыми веществами. Формирование этих бригад Георгий Константинович возложил на Мамсурова. У хаджи Умар Джуоровича Мамсурова был друг, которого он знал много лет, генерал Туманян. В то время он занимал должность заместителя начальника бронетанковой академии по политической части. Туманян приходился дальним родственникам Анастасу Ивановичу Микояну. Будучи женатыми на сестрах, они часто встречались и относились друг к другу по-дружески. Мамсуров рассказал о встрече с Жуковым и его указаниях Туманяну. Тот, в свою очередь, решил доложить об услышанном Микояну. Микоян, в то время первый заместитель председателя Совета Министров Советского Союза, воспринял рассказ Туманяна очень серьезно. Первый вопрос, который он ему задал, звучал примерно так. А могут ли эти бригады быть выброшены с воздуха на Кремль? Туманян ответил утвердительно. Услышав это, Анастас Иванович поспешил на доклад к Никите Сергеевичу Хрущеву. В воспаленном воображении Микояна, воспитанного на теориях заговоров, по-видимому, сразу родилась мысль о намерении Жукова подготовить военный переворот с помощью бригад специального назначения. Именно в таком, или примерно таком ключе, он, судя по всему, доложил о разговоре Хрущеву. Тот, конечно, согласился с Микояном, испугался. Судя по всему, Никита Хрущев испугался давно, а тут и случай подвернулся. В октябре 1957 года был созван пленум ЦК КПСС с повесткой дня об улучшении партийно-политической работы в Советской армии и военно-морском флоте. Откровенно говоря, вопрос о создании бригад специального назначения сыграл свою, далеко не лучшую роль. Вот что по этому вопросу сказал на пленуме секретарь ЦК КПСС Суслов. Недавно президиум ЦК узнал, что товарищ Жуков, без ведома ЦК, принял решение организовать школу диверсантов в две с лишним тысячи слушателей. В эту школу предполагалось брать людей со средним образованием, окончивших военную службу. Срок обучения в ней – 6-7 лет, тогда как в военных академиях учат 3-4 года. Школа ставилась в особые условия. Кроме полного государственного содержания, слушателям школы, рядовым солдатам должны были платить стипендии в размере 700 рублей, а сержантам – 1000 рублей ежемесячно. Товарищ Жуков даже не счел нужным информировать ЦК об этой школе. О ее организации должны были знать только три человека – Жуков, Штеменко и генерал Мамсуров, который был назначен начальником этой школы. Но генерал Мамсуров как коммунист счел своим долгом информировать ЦК об этом незаконном действии министра. Что, собственно, было незаконного в этом решении министра обороны? Михаил Андреевич Суслов не пояснил. Зато доступно растолковал Никита Сергеевич Хрущев. «Относительно школы диверсантов на последнем заседании президиума ЦК мы спрашивали товарища Жукова об этой школе. Товарищ Малиновский и другие объяснили, что в военных округах разведывательные роты и сейчас существуют, а центральную разведывательную школу начали организовывать дополнительно и, главное, без ведома ЦК партии. Надо сказать, что об организации этой школы знали только Жуков и Штеменко. Думаю, не случайно Жуков опять возвратил Штеменко в разведывательное управление. Очевидно, Штеменко ему нужен был для темных дел, ведь известно, что Штеменко был информатором у Берии. Об этом многие знают. И за это его сняли с работы начальника управления. Возникает вопрос. Если у Жукова родилась идея организовать школу, то почему в ЦК не доложить? Мы бы обсудили и помогли это лучше сделать. Но он решил, нет, мы сами это сделаем. Я Жуков, Штеменко и Мамсуров. А Мамсуров оказался не Жуковым и не Штеменко, а настоящим членом партии. Он пришел в ЦК и сказал, не понимаю, в чем дело, получаю такое важное назначение и без утверждения ЦК. Непонятно, говорит он, почему об этом назначении должен знать только министр обороны. Вы знаете что-нибудь об этой школе? Мы ему говорим, мы тоже первый раз от вас слышим. Можете себе представить, какое это впечатление производит на человека? Действительно, можно только догадываться, какое впечатление произвела подстава первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на Хаджи Мамсурова. До 1968 года, до дня своей смерти, генерал-полковник, герой Советского Союза Хаджи Умар Джуорович Мамсуров служил в военной разведке. Еще при жизни он стал легендой этой разведки. Как жаль, что легенды так мало живут и так быстро умирают в тайных архивах ГРУ. Где нераскрытые еще документы хранят подробности об операциях Ксанти, вдохновившим Эрнеста Хемингуэя на его лучший роман. Субтитры создавал DimaTorzok